Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья, работники, участвующие в очень важном, абсолютно всем нам нужном деле, я имею в виду социальный бизнес. Сегодня мы очень удачно совпало, вот Наталья Ивановна подсказала нам, что впервые в день, международный день социального бизнеса, мы сегодня здесь, в стенах торгово-промышленной палаты проводим такое достаточно важное, интересное мероприятие, которое уже является ежегодным, ожидаемым. Мы очень рады приветствовать всех гостей, всех тех, кто неравнодушен к этому важному и нужному всем нам делу, и я с большим удовольствием предоставляю слово президенту торгово-промышленной палаты Сергею Николаевичу Катырину. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, но я думаю, что со многими из вас мы здесь встречаемся не в первый раз, по крайней мере, я вижу знакомые лица. Действительно стала хорошей традицией в этот день, не только здесь, в российской торгово-промышленной палате. У нас большая система, 180 палат, но не могу сказать, что каждая из этих палат сегодня проводит какие-то мероприятия, посвященные этому дню, но в подавляющем большинстве это так. Это действительно так, и не только мероприятия, которые связаны с круглыми столами, дискуссиями, какими-то обсуждениями, но и конкретными делами, которые многие из наших коллег занимаются. У нас есть очень хорошие примеры Химкинской палаты, Рязанской палаты, которые выстроили целую систему вообще работы вот в этом направлении, помощи пенсионерам, вовлечения в эту тему предпринимателей своих регионов, причем очень активно. У нас в Рязани это приняло такой достаточно серьезный масштаб, уже шагнуло за пределы города и уже распространяется по районам Рязанской области. Есть и другие наши коллеги в Дзержинске, и в других регионах, которые этой темой серьезно занимаются. То есть это действительно приобрело такой достаточно серьезный массовый характер. И я очень рад тем, что не только сами палаты, а главные предприниматели, которые являются членами палаты, активно вовлекаются в этот процесс. Конечно, достаточно много проблем еще в этом направлении. И я думаю, сегодня разговор будет идти в том числе о необходимости совершенствования законодательства, принятия мер на уровне правительства Российской Федерации. Сейчас разговор идет о дорожной карте, которая должна быть принята по развитию социального бизнеса. Полагаю, что в этом направлении государство еще не все сделало, что могло бы сделать. Но и наша с вами задача в том числе, я полагаю, сориентировать депутатов Государственной Думы и правительства на решение тех вопросов, которые в первую очередь необходимо решать для развития социального бизнеса. Я хочу пожелать нам всем сегодня успешной работы здесь, ну и вообще в целом успехов. Спасибо. Да, ну и самое главное. Вообще никакое дело не бывает без, что называется, конкретных носителей этих идей. Тех, кто их воплощает в жизнь. Вместе с нами, ну, наверное, еще раньше, чем мы здесь в палате начали заниматься, Зверева Наталья Ивановна активно этой темой занималась, занимается. И я думаю, что один из таких активных двигателей социального бизнеса в целом в Российской Федерации, это я не побоюсь сказать, что это действительно относится ко всей России. Мы хотели бы сегодня Наталью Ивановну, пользуясь случаем, поблагодарить и вручить ей почетную грамоту Торгово-промышленной палаты за всю работу, которую она сделала. Очень радостно, когда праздник начинается уже с награждений, с цветов. Это действительно тогда праздник, и это чувствуют все. Еще одно важное, приветственное слово Николая Елены Леонидовны, активный борец, представитель, в общем-то, такой достаточно яркой, неравнодушной позиции нашей Государственной Думы. Поэтому, Елена Леонидовна, с удовольствием предоставляю вам слово. Спасибо большое, дорогие друзья. Я действительно очень рада сегодня быть вместе с вами и начать этот день с такого важного мероприятия, который во многом определит наше ближайшее развитие, в частности, поддержку социального предпринимательства именно в Международный день социального бизнеса. Знаете, я вспоминаю несколько лет назад, когда мы встречались с Мухаммином Юнусом, а как раз сегодняшний день посвящен к его день рождения, он, ну, ряд новинской премии 2006 года, социальный предприниматель из Бангладеша, который как раз и заложил основу социального предпринимательства. И меня поразила в разговоре с ним одна простая фраза. Вы знаете, любое дело нужно делать с сердцем. Мы настолько уже забыли о том, что как важно вкладывать в нашу сегодняшнюю каждодневную работу душу и сердце и делать это действительно искренне. И именно это добро, которое распространяется, оно потом возвращается тебе, наверное, в этом и смысл вашего бытия. И он настолько сумел сориентировать именно предпринимателей, казалось бы, людей очень прагматичных, очень динамичных, которые нацелены исключительно на получение прибыли, совершенно в другую сторону посмотреть и увидеть новое развитие, увидеть новые отношения. Именно это позволило нам тогда заложить, и я очень благодарна Наталье Ивановне Зверевой, которая очень много сделала для того, чтобы именно социальное предпринимательство нашло достойное место и в нашей законотворческой работе, и в соответствующей поддержке правительства Российской Федерации. И, в принципе, просто стало известно, что есть такое социальное предпринимательство. И пропаганда этого направления, конечно же, очень-очень большая заслуга фонда, который работает Наталья Ивановна. Поэтому мы всегда очень активно сотрудничаем, я надеюсь, и будем сотрудничать дальше, поскольку именно социальное направление делает нашу жизнь человечнее, делает направление экономическое, экономика с человеческим лицом, это так важно. И мне кажется, что сегодня мы наконец-то стали понимать, что есть разные типы предпринимательства, есть предпринимательства в социальной сфере. Это важно, и мы даем сейчас целый огромный пласт возможностей с изменением законодательства. Я напомню, что теперь у нас есть возможности оказывать негосударственные услуги, в смысле, государственным предприятиям, социальным предпринимателям, оказывать услуги в рамках закона для решения государственных задач в социальной сфере. Я напомню, что для этого мы сделали специальный закон о государственно-частном партнерстве, который позволяет предпринимателям войти в ту сферу, в которой раньше они не могли себя проявить, поскольку это была исключительно прерогатива государства. И на мой взгляд, именно синергия в государственно-частном партнерстве позволяет нам сделать социальную сферу более эффективной, более нацеленной на результат именно на оказание услуг конкретному человеку и сделать эту сферу более, если хотите, клиентоориентированной. А что как не клиентоориентированное направление является исключительно важным в социальной сфере? Хочу также поблагодарить наших коллег из агентства стратегических инициатив. Я как раз представляю там рабочую группу по отборе социальных проектов. И вы знаете, такого количества удивительных социальных проектов, которые направлены не только на социальную сферу, а там, где предприниматели организовывают свой бизнес таким образом, что всю дополнительную прибыль, которую они получают, они направляют на как раз или благотворительность, или на поддержку различных социальных проектов. Это еще одно направление социального предпринимательства, которое заслуживает исключительной поддержки и уважения в обществе. Надо об этом говорить, многие стесняются об этом говорить, считают, что благотворительность – это что-то личное. Для них может быть личное, а для нас это важно, потому что это как раз те импульсы добра, которые распространяются в нашем обществе. И, конечно же, очень важно, недавно принятая Госправительством дорожная карта, подготовленная Агентством стратегических инициатив, как раз по допуску негосударственного сектора в оказание государственных услуг, в развитие государственного частного партнерства. Мы очень много потратили сил для того, чтобы эту карту сформулировать. Там есть очень понятные мероприятия, понятные инициативы, которые необходимо провести и на законодательном уровне, и на уровне правительства Российской Федерации, и на уровне субъектов. Это, кажется, также станет серьезной поддержкой тем центрам инноваций социальной сферы, которые стали уже зарождаться в регионах. Знаете, как такие ростки положительного опыта. Ну и, конечно же, я еще раз говорю, интеграция этого опыта и в Агентство стратегических инициатив, и на уровне правительства, мне кажется, сейчас становится все более и более объемным. Я всем нам желаю очень большого успеха в нашей работе, потому что это действительно важно для страны, это важно для людей, это важно для тех граждан, которые оказываются иногда в очень непростой жизненной ситуации, потому что именно протянутая рука помощи подчас решает очень важные вопросы как в конкретной жизни, так и в обществе в целом. Я еще раз хочу всех поблагодарить за эту работу и пожелать нам всем удачи, успеха и развития этого удивительного направления социального предпринимательства. Спасибо. Вы знаете, в продолжение нашей вот такой дискуссии, да, конечно, Наталья Ивановна, сегодня снова вам. Я хочу сейчас вспомнить слова Вольтера. Он писал, что государство делает слабым недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях. Вот мы с вами уже сейчас за эти несколько минут почувствовали, что огромное количество людей как раз проявляют себя с самой лучшей стороны, показывая заинтересованность и делая наше государство сильным. Вот Сергей Николаевич Катырин сказал, что торгово-промышленная палата во всех регионах, практически все палаты, это именно подбор сообщества неравнодушных, неуспокоенных людей. Нам очень приятно, что вместе с нашей палатой активно взаимодействует фонд «Наше будущее». Мы уже вспоминали и говорим о Наталье Ивановне Зверевой, которая очень много времени, сил, души отдает тому, чтобы социальное предпринимательство в стране развивалось. И я поэтому думаю, будет вполне логично, если, Наталья Ивановна, вы нам сейчас, в общем-то, озвучите, вот как вы чувствуете и проживаете сегодня такой важный праздник. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, рада вас приветствовать сегодня здесь, на уже ставшем традиционном круглом столе. Спасибо Сергею Николаевичу, спасибо Торгово-промышленной палате. Четыре года назад инициатива вот эта вот пошла, да, мы первый раз провели здесь с вами круглый стол. И каждый год мы подводим итоги, что же сделано за год, да, какие изменения произошли. И я обычно цифры говорю и с удовольствием сейчас тоже расскажу. Вот в 2013 году количество организаций, которые приняли участие в НДСБ, 12. Вот с чего мы начинали. В прошлом году 80 мероприятий прошло, 74 организации в 30 регионах и охват аудитории больше 100 тысяч человек. Это мероприятия различного уровня, это форумы, круглые столы, образовательные мероприятия в виде вебинаров, это деловые встречи, завтраки. И, конечно же, поездки, да, людей по предприятиям социальных предпринимателей, где можно увидеть, непосредственно встретиться, познакомиться с этими людьми. И сегодня здесь в зале я вижу наших социальных предпринимателей, о которых уже не только мы рассказываем, не только торгово-промышленная палата, но уже и выходят они на международный уровень, получают награды. Вот недавно проходил Питерский международный экономический форум, первый раз была секция по социальному предпринимательству, назывался предпринимательство социальной сферы, в сфере как драйвер позитивных изменений. И, в общем-то, там тоже были и социальные предприниматели, и эксперты, и даже удалось пригласить председателя коалиции, всемирной коалиции социальных предпринимателей Дэвида Липажа, который рассказывал о том, как это в мире происходит, о том, какое это движение, как оно набирает силу, что это уже становится такой, действительно, идеологией, не просто бизнесом, а бизнесом, который идет от сердца, а не только, не ради зарабатывания денег. Все больше людей к этому присоединяются, вот, поэтому, отвечая на вопрос, да, коллега, я говорю о том, что эти движения в России тоже идут, мы это наблюдаем. Те проекты, которые начинали в 2008-2009 году и назвали себя социальный бизнес, социальное предпринимательство, уже сейчас начинают масштабироваться, тиражироваться, переходят в другие регионы, выходят на новый уровень, и все больше сфер вовлекаются в эту тему. Действительно, вот уже Елена Николаевна отметила, что очень большой шаг и подвижка это подписание, утверждение дорожной карты, в которой в том числе и один из пунктов, это подготовка закона проекта о социальном предпринимательстве. Министерство экономического развитии уже, мы вчера встречались с Артемом Шадриным, уже практически подготовила комплект необходимых материалов, и надеемся, что в 2016-2017 году уже социальное предпринимательство, как определение, войдет в законодательство федерального уровня. Ну вот параллельно еще какие мероприятия идут. Действительно, Центры инноваций социальной сферы активно вовлекают и местных предпринимателей, и НКО, секторы благотворительные в эту сферу. Регионы выделяются, вот также на Петельском форуме подводили итоги по лучшим регионам, да, по привлекательности. Например, Ханты-Мансийский округ, который наибольшие результаты показывает по развитию социального предпринимателя, существенно повысил свой рейтинг именно благодаря развитию этого направления. Много можно говорить, наверное, у нас еще есть спикеры, которые сегодня нам расскажут о том, как государство двигается, да, как экспертное сообщество, как инфраструктура поддержки социального предпринимательства развивается. Так что я хочу тогда закончить на этом и уже пригласить вас после окончания нашего мероприятия. У нас будет доступ к микрофону, можно будет задавать вопросы, что-то рассказывать, чтобы это было интерактивное такое мероприятие. Спасибо, дорогие, спасибо. Спасибо. В 19 веке достаточно известная история. Это то, что были в Кронштадте созданы дома трудолюбия, где приходили, ночевали, жили, обслуживались, обстирывались и так далее работники за небольшой заработок находили работу, то есть для тех людей, которые нуждались и не могли себе найти какого-то такого яркого применения в то время вообще, в принципе, применения в сложных жизненных обстоятельствах. Вы знаете, отлично это учат в истории еще в школе, что при монастырях, да, всем известно, что всегда были мастерские, где иногда, в принципе, даже количество людей, которые там работали, значительно превышало весь остальной персонал и послушников и всех остальных, потому что они работали, производили. Это всем известные мастера, когда это было произведение, там, обувь, одежда, различные предметы искусства. То есть все это выходило на рынок и помогало монастырям в том числе зарабатывать себе на жизнь. То есть это было на рынке, это было востребовано, это было качественно. Я хочу сказать, что, конечно, мы с вами понимаем, что мы живем в непростое экономическое время и социальное предпринимательство это все-таки предпринимательство. И поэтому, исходя из этих истоков, конечно, хочется понимать, какие перспективы, возможности есть у социального предпринимательства с точки зрения создания такого тренда на рынке социального обслуживания. Поэтому я с удовольствием прошу на эту тему выступить, высказаться Петренко Елену Серафимовну. Это управляющий директор фонда общественного мнения. Елена Серафимовна, так все-таки, насколько мы сейчас готовы продолжать вот те истоки и традиции, которые на Руси были всегда? Да, я попробую ответить на этот вопрос и еще на несколько пошире. Значит, в этом году мы провели исследование, ну, значит, социального предпринимательства. То есть, по сути дела, это было у нас повторное исследование. Первое исследование мы провели в 2012 году. В этом году мы, благодаря поддержке фонда «Наше будущее», мы смогли провести повторное исследование и тем самым зафиксировать, куда движутся наши социальные предприниматели, как они развиваются. По сути дела, вот команда проекта, которая участвовала в этом, она на этом слайде. И я хочу подчеркнуть особую роль, которую Светлана Климова сыграла в этом нашем проекте. Ну, и, конечно, мы его выполнили благодаря коммерческой составляющей группы компании «Фом», которая называется «Инфом», которая провела все полевые работы. Еще хочу сказать, вот, Елена Леонидовна нашла очень верное слово, сердечное. Вот просто это слово, оно, по сути дела, определяет, вот, ну, как сказать, новации, движущую силу сегодняшних социальных предпринимателей. Значит, мы провели 8 глубинных интервью с представителями власти, чтобы, ну, понять, как управление, как управляющие люди смотрят на развитие этого движения социальных предпринимателей. И 20 глубинных интервью провели с социальными предпринимателями. Кроме того, включили блок вопросов в стандартный, наш стандартный общенациональный опрос «Фомнибус». Это полторы тысячи респондентов, вероятностная выборка от 18 лет и старше. В целом, у участников нашего исследования, региональных и федеральных экспертов и социальных предпринимателей, мы зафиксировали общее понимание понятия разгосударствления. Государство не уходит из социальной сферы, оно продолжает ее финансировать и контролировать. Сейчас я просто очень кратенько излагаю результаты нашего исследования, но я надеюсь, что мы эти результаты опубликуем более подробно и, может быть, подавляющее большинство из вас получит эту книжку, потому что мы есть некоммерческая организация. И наша, как бы, миссия, наша функция – это, по сути дела, распространение знаний и результатов наших исследований. Результаты исследований показали, что каждый второй россиянин, 52%, прибегали к услугам негосударственных учреждений. Платными услугами чаще всего пользуются высокодоходные группы. Но, как оказалось, что бесплатные услуги, в общем, высокодоходные группы, они чаще других пользуются и бесплатными услугами. А вот платными услугами пользуются группы с более низкими доходами, по преимуществу жителей больших городов и миллионников. Ну, видимо, это объясняется просто вот, это доступ, ну, к высокотехнологичным платным услугам. Тренд на разгосударствление говорит о том, что функции государства, вообще говоря, меняются. По сути дела, государство переходит на позицию контролера, который должен обеспечивать и смотреть за тем, чтобы качественно выполнялись платные услуги. Социальный бизнес может стать потенциальной жертвой, вообще говоря, для развитого бизнеса большого. И поэтому, и это опять-таки функции государства, нужны специальные охранные, как бы, меры, мероприятия. Например, общественный контроль. Но на сегодня, пока вот эта угроза, она не столь велика, потому что много незанятых ниш, риски будут, конечно, возрастать, пока рынок станет более насыщенным. Но первые звоночки есть уже и сейчас, и эти, они явно прослеживаются в тех интервью с социальными предпринимателями, которые мы проводили. Но есть еще профессиональные риски, недостаточная квалификация людей, которые заняты в социальном бизнесе. Но здесь может помочь контроль, опять-таки же, со стороны государства за соблюдением профессиональных стандартов. Контроль могут осуществлять, в общем, профессиональные страховщики и региональные общественные палаты. Кстати сказать, роль региональных общественных палат, вот как патронажа социального предпринимательства в регионах, судя по нашим результатам, будет нарастать и будет расширяться. Надо сказать, что вообще говоря, вот этот, по сути дела, мы, вот этими двумя исследованиями, о которых я рассказываю, по сути дела, мы наблюдаем, как формируется и образуется у нас, просто становится нормальным новый социальный институт. Ну, тренд на расгосударствление. По сути дела, мы имеем... Так, перескочила. По сути дела, происходящие процессы, ну, есть ряд рисков. Значит, это коммерческие барьеры и риски, профессиональные риски и несовершенство сегодняшней государственной политики в социальной сфере. Недостаточный государственный контроль качества услуг негосударственных поставщиков. Отсутствие контроля со стороны потребителей. Недостаточно адаптированная нормативная среда. По сути дела, власти должны создать ситуацию, возможности выбора у населения, у потребителей, чтобы могли выбирать наиболее качественные услуги. Проблема может решаться с помощью ваучеров, хотя, в общем, это не всех проблем доступа к нужным услугам ваучер, конечно, не решает. И здесь роль местных властей, чтобы, особенно на тех территориях, до которых самолетом можно только долететь, роль местных властей в организации и поддержке социального предпринимательства, она имеет, ну, просто супер большое значение. Елена Серафимовна, да? К сожалению, одна минута. Одна минута. Ну, значит, в заключении тогда я хочу сказать, что на сегодня статус социального предпринимательства, он законодательно не оформлен. И, значит, по сути дела, решение этого вопроса, ну, оно прямо горит на повестке дня, да? Еще хочу сказать, что заключение, что главное социальное условие успеха, развитие социального предпринимательства, это платежеспособный спрос, платежеспособный спрос и поддержка инициатив из регионального и местного бюджета. Дружественное отношение к социальному предпринимательству, законодательство, отсутствие нормативных препятствий, созданная на принципах кооперации экономические и юридические службы, помощь в защите авторов инновационных разработок, а также популяризация социального предпринимательства, разработка программ информационной поддержки социальных проектов. Ну, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 на уровне губернаторов, на уровне правительства области. Потому что, ну, там, решить за один день это очень нереальный такой момент. Потому что все равно есть какие-то требования нормативных правовых актов о получении федеральной субсидии. И для того, чтобы регион пришел с инициативой поучаствовать в программе, он должен предусмотреть на это средства в бюджете, он должен погрузить это мероприятие в программу. Ну, то есть есть свои такие административные нюансы, на которые требуется время. Поэтому вопросы надо прорабатывать заранее. То есть не накануне конкурса, да, там, выходить с инициативами, а, соответственно, да, как это у нас очень часто бывает. Вот. А заранее и, соответственно, чтобы регион для себя считал это направление приоритетом. Тем не менее, за четыре года реализации программы у нас вовлечены 52 субъекта Российской Федерации. То есть, да, не все, но больше половины. В 2012 году приняли участие, это первый год реализации, 15 субъектов. А в 2016 году это было уже 29 субъектов, да. Но 52, это я говорю суммарно, потому что каждый год все равно кто-то участвует, кто-то не участвует, кто-то продолжает, кто-то откалывается. Извините, пожалуйста, вот сразу, а где понять, какие регионы участвуют, не участвуют, с кого мы можем строго и жестко спросить? Вы можете у нас спросить, мы дадим всю информацию. И любой из присутствующих вот может жестко и строго спросить, может ли как-то вывесить на сайте? Да, я думаю, что... Они не хотят, не участвуют. Мы с ними... Мы только за то, чтобы публичную казнь строить. Не, ну так не будем. Нет, на самом деле мы можем составить такой реестр и действительно вывесить его на нашем портале smb.gov.ru, малого бизнеса, да. И, соответственно, ну давайте возьмем, наверное, два последних года, то есть 15-16, на примере которых можно будет посмотреть, кто участвует, кто не участвует и кому... на кого бы надо повлиять для того, чтобы они приняли вот такие участия. Это как раз зонтик и сторонний наблюдатель, да? Вот сразу мы получаем вот этот вот раздел, когда мы понимаем... Здесь просто вопрос какой. Если честная организация и экспертное сообщество, да, готовы действительно принимать активное в этом участие, то мы только за то, чтобы дать инструмент и информацию. Вот. В общем... Одна минута, Алиса Натальевна. У меня одна минута, боже, столько всего сказать надо. Значит, по результатам реализации мероприятия в 2015 году поддержку получили почти 2000 субъектов социального предпринимательства, но эта поддержка не только финансовая, да, чтобы было понятно, это в том числе на базе центров инноваций социальной сферы, то есть консультационная, информационная, продвижение проектов, участие в выставках и так далее. Создано 134 центра времяпрепровождения детей. Это как альтернатива муниципальным детским садам и городским детским клубам, да, то есть частная такая история. И 24 дошкольных образовательных центров. При этом услугами центров инноваций социальной сферы, вернее вот этих центров, извините, вот этих центров дошкольных образовательных воспользовалось 5000 детей. И реализация данных мероприятий повлекло за собой создание 730 рабочих мест. Обещание, вот 730 рабочих мест, как вы считаете? Ну, я считаю, что это значимый результат, на самом деле. В масштабах страны, области, регионов. Поэтому, понимаете, здесь же вопрос какой? Мы же не за количеством гонимся, мы же гонимся за качеством. Нам же не только нужно создать эти рабочие места, нам нужно, чтобы они были обеспечены нормальным фондом оплаты труда и условиями работы. Ну, то есть здесь мы действительно над качеством работаем больше. Плюс ко всему, ну, как бы финансирование программы, оно сокращено, и в этом году там еще меньше будет результат, потому что все равно есть прямая зависимость от вложенных средств. Вот, ну, в общем, здесь никуда не денешься. Мы боремся. Значит, вот позитивный сигнал этой аудитории, завершая свои слова, что бы вы хотели пожелать тем людям, которые вот каждый день душой и сердцем связали свою судьбу с социальным бизнесом? Давайте, да, я немножко расскажу о том, что планирует Минэк сделать в своей части. Вот 20 секунд прямо. Да, 20 секунд. Значит, у нас принята в июне стратегия развития малого и среднего предпринимательства. В рамках стратегии одним из приоритетных направлений также остается развитие социального предпринимательства, его популяризация. Плюс ко всему, из законодательных инициатив мы планируем в ближайшее время все-таки принять закон, ну, то есть внести изменения в 209-й федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства и дать определение, что же такое социальное предпринимательство, критерии отнесения к социальному предпринимательству. Дальше практическое применение, как нам это видится, ну, я думаю, что уже многим известно о том, что мы создаем реестр малого и среднего предпринимательства. Этим сейчас занимается Федеральная налоговая служба. Первая опытная эксплуатация этого реестра будет в августе уже 2016 года. Соответственно, там появится, ну, еще вот технологически и технически мы не определились, но некий статус. После принятия соответствующего закона о социальном предпринимательстве некий статус. Если предприниматель хочет, чтобы он относился к категории именно социального предпринимательства, да, он сможет об этом заявить, да, ну, то есть поставить там галочку или как-то ввести какой-то статус о том, что он социальный предприниматель. Соответственно, вся федеральная поддержка будет основываться на том, как ты зафиксирован в данном реестра. Да. Можно один вопрос, да? Скажите, этот статус социального предпринимательства будет временным или постоянным? Ну, смотрите, обновление реестра, он проходит ежегодно. То есть ежегодно вам необходимо, ну, предпринимателю, вернее, необходимо будет подтвердить данный статус. Да, ну, я так немножко, вот, совершенно тесно. Вы хотели вопрос задать? Ну, как бы предложение, можете сказать? Давайте. В контексте выступаемого у нас это тачка. Торгово-промышленная палата Московской области и комитет по социальному предпринимательству темнику Светлана Светлана. Вот мы говорили здесь, государство это зонтик или не зонтик, да, смотря в каких вопросах. Имея дело с предпринимателями в сфере дошкольного образования Московской области, мы выявили, ну, конечно, неудовлетворенное нормативно-правовое, как бы сказать, положение здесь. Но самое главное, очень низкий уровень знаний и администрации на местах и самих предпринимателей. И поэтому вот тут хочется сказать, что именно вот торгово-промышленные палаты могут стать теми центрами, которые в виде семинаров, желательно бесплатных, проводили обучение. И вот здесь государство выступало в виде некоторого зонтика. Поверьте, я была и в России, и в Министерстве Московской области и предлагала создать некоторые проекты, некоторые кейсы, которые бы четко объясняли возможности ведения данного вида деятельности предпринимательства в Московской области. К сожалению, создание такого проекта не нашло поддержки. Может быть, где-то заинтересуется кто-то из присутствующих, заканчивая. Вот. Но это достаточно важная тема, потому что, решая различные вопросы предпринимательства, мы просто опускаем и на разрубки. И второе. Конечно, отношение к предпринимательству сегодня общественности лучше, чем в 90-х годах. Но я бы не сказала, что оно очень хорошее. Социальное предпринимательство, на мой взгляд, кто-то может со мной поспорить, несет очень много инноваций. А если есть инновации, значит, следует адаптации и образование. А если мы расширяем возможности образования, значит, центры социального предпринимательства являются некими точками роста общественности России. Вот, может быть, эту идею стоит популяризировать как-то и объяснять людям. Спасибо. Спасибо большое за ваши вопросы, реплики. Это серьезный действительно вопрос. Вопрос образования, он вообще стоит в стороне достаточно остро. Во всех сферах и бизнеса, и предпринимательства, и всего остального. Поэтому это было понятно и из вашего опроса, что катастрофически не хватает знаний. Поэтому я бы все-таки хотела, чтобы, понимая, что система государственной поддержки социального предпринимательства несовершенна, мы отдали ее в регионы, регионы не все проявляют инициативу, а предпринимателей все больше, вопросов все больше. Мы с вами отчетливо понимаем, что это тот вопрос, который будет стоять на поддержке дня постоянно. Вы знаете, коллеги, мы выходим из нашего... Я, на самом деле, буквально в части обучения и информированности, то есть мы видим в этом как раз смысл создания центров инновации в социальной сфере. Потому что сейчас их существует всего 18. При этом в реализации программы, как я сказала, 52 регионы. То есть не во всех регионах существует данная инфраструктура. Она как раз и занимается и обучением, и информированностью, и ведением проектов. Плюс ко всему, как бы из позитивного, 22 июня у нас в третьем чтении принято изменение в 209 ФЗ, и Центр инновации в социальной сфере приобрел официальный статус инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. То есть, если раньше он только в программе фигурировал, то было там соответствующее определение. Мы услышали. Центр инновации в социальной сфере. Вот тот путь, который Минэкономит видит для решения этой проблемы. Да, причем мы готовы обсуждать перечень услуг, образовательные программы, все, что они делают, расширять, углублять, пожалуйста, любые предложения. Спасибо. Спасибо большое. Ну, не все регионы совсем ничего не знают и ничего не делают. Есть регионы, которые действительно и создали Центр инновации в социальной сфере, и программы утвердили на своем региональном уровне, и уже даже включают в систему государственные заказы социальных предпринимателей, что, естественно, дает им новый масштаб, новые возможности. И сейчас я хотела бы предоставить слово Исаевичу Александру Игоревичу, заместителю руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике. Он как раз и ответит на вопрос, возможно ли получение государственного заказа социальным предпринимателям. Добрый день, коллеги, добрый день, участники круглого стола. Спасибо, что пригласили. Я буду, верно, постараюсь коротко рассказать о инструментах и возможностях для вас в рамках государственного заказа. Поскольку тема действительно государственных закупок сложная, и любая инициатива – это дорога с двусторонним движением, я бы, наверное, остановился на тех инструментах, которые позволили бы вам диверсифицировать ваши возможности с точки зрения вашего развития. У нас в городе, поскольку мы много говорили сегодня о том, что есть законодательные ограничения, но в силу 44-го федерального закона есть норма 15-процентная закупка у субъектов малого предпринимательства, в том числе и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Что сделала Москва для того, чтобы долю закупок у субъектов малого предпринимательства увеличить? Если говорить в целом о доле 2015 года, то Москва в общем российском объеме – это порядка 10%. В деньгах это 183 миллиарда. Это та сумма, которая – это совокупный объем поддержки бизнеса малого за 2015 год. Какие есть инструменты? У нас в городе уже два года функционирует портал поставщиков. Это действительно инструмент поддержки СМП и представителей социальных предпринимателей. В частности, мы вчера специально посмотрели количество зарегистрированных именно социально-ориентированных некоммерческих организаций. За прошлый год их у нас сейчас только на портале 57 компаний. У них заключены контракты на сумму более чем 300 миллионов рублей. Инструмент живой. Инструмент с каждым годом все более популярный для субъектов предпринимательства, мало, в том числе и для социального предпринимательства. Если мы говорим про обучение, поскольку действительно для многих понятий госзаказ – это что-то сложное, мы два года как уже создали институт, называемый биржа торгов, инструмент, который позволяет предпринимателям пройти обучение, получить на все необходимые вопросы и в итоге там ответить и понять для себя, как пользоваться системой государственных закупок. Если мы говорим про информирование, то действительно отдельное спасибо фонду «Наше будущее». Есть второй механизм, когда мы заказчиков воочию знакомим с социальными предпринимателями. Из последнего на предстоящем форуме, который был в мае, «Бизнес-весна», «День предпринимателя», наши государственные заказчики заключили четыре контракта. Это первых четыре контракта, по которым было выдано свидетельство, потому что эти социально ориентированные компании прошли обучение на бирже торгов, получили всю необходимую информацию. И одна из этих компаний, это компания «Бампер», вроде бы простая по сути, но очень сложная по содержанию. И на сегодняшний день эта компания активно участвует и в системе госзакупок, и компания, ну и заказчик нашел для себя действительный потенциал, потому что задача, та проблема, которую пытается решить фонд «Наше будущее», это проблема информирования. Просто не все заказчики, наверное, знают тот предмет и те возможности, которые есть в социальных предпринимателях. Ну, напоследок, хотелось бы все-таки призвать вас, коллеги, не бояться такого странственного слова, как госзакупки, потому что и динамика, и цифры говорят об обратном. И приглашаем вас все-таки попробовать свои силы в Институте госзакупок в городе Москве. Это первая часть. И вторая часть, вы говорили, что там формируется определенная дорожная карта по социальному предпринимательству. Имея небольшой опыт, мы бы все-таки, как регион, хотели бы и готовы принять в этой работе активное участие. Спасибо. Спасибо большое. Вдвойне спасибо за то, что вы уложились так коротко. Главный посыл, я думаю, что все услышали, с одной стороны, понятно, что, конечно, нет такого бизнеса, который бы не хотел участвовать в государственных закупках. Но мы с вами отлично понимаем, что мы сейчас в последнее время слышим очень много. Миллионы, миллиарды, триллионы, все в сферу государственных заказов, все для малого бизнеса. Тем не менее, когда мы у себя в торгово-промышленной палате общаемся в регионах, я вот сейчас очень много встречаюсь с предпринимателями, они совершенно отчетливо называют две проблемы. Проблема первая. Первая – это, к сожалению, большая сложность оформления документации. На госзакупках меньше, на торгах по 223-му закону, безусловно, абсолютно недоступная вот эта система в связи со своей крайней загруженностью. И второе – к сожалению, очень многие предприниматели говорят о заточенности, особенно на региональном уровне, торгов от своих определенных заказчиков. Конечно, мы все вместе однозначно будем с этим бороться, для этого у нас есть все силы, усилия, но вот этого направленности, в том числе и со стороны вашего департамента, как организатора московских торгов, а московский рынок очень сложный, очень, вы это отлично понимаете. Вот, с одной стороны он огромный, с другой стороны попробуй на него приди, да, 57 компаний. Это портал поставщиков, это, в принципе, хороший инструмент, я вот очень хорошо с ним знакома, но все равно этого 57 компаний – это явно недостаточно для такого огромного города, как Москва, и я знаю, что вы скажете, департамент работает, мы его абсолютно поддерживаем, и вместе будем добиваться совершенно другого результата и успехов. И у нас две цифры. 57 – это социально-ориентированность некоммерческих организаций. Субъеков СМП, именно субъеков малого предпринимательства, там были 60 тысяч. Да. Это первая вещь. И вторая вещь. А сколько у нас зарегистрировано СМП в Москве, знаете? Ну, цифра, она разнится. Ну, говорят, что не меньше 600 тысяч. Ну, может быть. Да, то есть 600 тысяч и 60, ну, это все равно хорошо, хуже было бы, если бы вообще не пришли. Это же не говорит о другом, что 600 должен быть заказ. Да, нет, ну, понятно, но тем не менее, стремиться к этому мы все равно будем. Именно в этом и в том числе и смысл вот тех круглых столов, которые мы сегодня проводим. Вы знаете, мы сейчас достаточно так остро поставили вопрос образования вообще в сфере, да? И я поэтому немножко поломаю ту парадигму, которая вот у нас есть в ведении нашего круглого стола. Я думаю, что Алексей Иванович на меня не обидится, он наш родной человек из палаты. Поэтому я хочу немножечко сейчас в дискуссии увести в сферу образования, потому что это действительно серьезные и важные вопросы. В бизнес вообще нужно учить. У нас вообще недостаток образования, ну, недостаток образования во всех сферах, но в бизнесе особенно, потому что мы уже об этом много говорим. У нас учат экономики, финансы, инженерному делу. У нас не учат предпринимательству, пока у нас нет этой культуры и системы. И тут нам еще очень много стоит работать. Поэтому я бы вот хотела сейчас так попробовать услышать от Натальи Борисовны Починок. Она у нас ректор Российского государственного социального университета. Спасибо большое. Группа поддержки, я так понимаю. Наталья Борисовна, вот вы как бы начинаете со студенческой скамьи взращивать эту область, да? Вот что вы видите, что вы чувствуете? Как вообще здесь нам построить вот эту систему образования? Как вот вы, как специалист, ощущаете подвижки в этой области? Вон молодежь сидит пока на задних рядах. Это уже наше подрастающее поколение, которое в своей образовательной программе изучает, что такое социальное предпринимательство и уже делает на реальных делах. Я все-таки стала участницей вот этого панельной дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме, о котором говорила Наталья Ивановна Зверева. И, в общем-то, я, знаете, буквально те мысли и те выводы, которые мне показались очень важными для сегодняшнего нашего разговора. В своем выступлении Андрей Ремович Белорусов, который, в общем-то, принял активное участие в дискуссии, в, в общем-то, словах напутствия развития социального предпринимательства в России, сказал, вы знаете, образования социальных предпринимателей в России просто нет. Понятно, что это было, скажем так, не то чтобы отражение реалий, это было его отчетливым мнением того, что на самом деле социальное предпринимательство, несмотря на все наши усилия, многолетние усилия, не стало массовым. Не стало массовым с точки зрения, скажем так, прошивки этого направления во всех сферах деятельности. И мне еще посчастливилось, уважаемые коллеги, вот в днях форума очень близко пообщаться с лидером международных социальных предпринимателей, с господином Давидом Липажем. И, вы знаете, я несколько тоже очень правильных мыслей зафиксировала, хочу с вами поделиться. Он говорит, вы знаете, социальный предприниматель – это прежде всего в душе социальный работник, который имеет бизнес-компетенции, который реализует, в общем-то, то, что ему не безразлично. Второй тезис – международный опыт социального предпринимательства, те проекты, которые есть уже за 10 лет существования вот этого массового движения в мире. В 2018 году будет вот ровно 10 лет, как это движение социальных предпринимателей двигает эту тему в целом в мире. Он очень похож и действительно очень мало вот отличий от самого принципа социального предпринимательства, от методик образовательных, вот, ну, скажем так, формата, можно сделать, ну, если будем просто сравнивать законодательство той или иной страны. Успех развития социального предпринимательства, его нельзя сделать, если не будет нормально функционировать так называемый формат общественного договора с муниципалитетами, когда, ну, вот, в нашем случае это активно работающее законодательство о муниципальном частном партнерстве, о общественном договоре в обличении социальных предпринимателей и социально ответственного бизнеса в решение задач на уровне муниципалитета. Я очень надеюсь, что это те шаги, которые в первую очередь будет предпринимать и новая Государственная Дума, и исполнительная власть. И еще очень важная договоренность, что в 2018 году, возможно, если Россия такую заявку подаст, мы можем провести в России форум Евразийского, Евразийский форум социальных предпринимателей или форум социальных предпринимателей БРИКС. Это очень важно, потому что у нас есть действительно что показать. Что касается образования, да, действительно, в РГСУ мы впервые, первыми ввели такой профиль, как социальное предпринимательство при подготовке социальных работников. И, соответственно, это уже развивается и вошло в регулярную практику. Но с точки зрения массового просвещения, потому что здесь мы говорим о том, какую роль может сделать образовательная организация для того, чтобы, с одной стороны, объявить усилия тех организаций и образования, и самих социальных предпринимателей и фондов, которые активно участвуют и продвигают эту тему, то, конечно же, мы должны говорить о массовом просвещении в области социального предпринимательства. И здесь я хотела бы сделать конкретные предложения. Ну, во-первых, сейчас учебно-методическая работа, которая объединяет все университеты, все образовательные учреждения, специально профессиональное образование реализуются через учебно-методические советы, через вот этот уникальный диалог между различными образовательными учреждениями, куда приглашены либо работодатели, общественные организации, в общем-то, все то, что, так скажем, вся сфера вокруг образования. И я хотела предложить, и мы это обязательно сделаем, в рамках федерального учебно-методического объединения по направлению социология и социальная работа, а там внутри вы знаете прекрасно, что находится очень важный профиль организации работы с молодежью. Мы создадим экспертный совет или совет, или рабочую группу между вузами, которые, соответственно, примут участие с огромным вовлечением, в том числе работодатели, исполнительные власти и законодательные. Поэтому эти решения мы в ближайшее время оформим, и я крайне была бы рада, уважаемые друзья, коллеги, чтобы вот такую работу мы вместе делали. Дело в том, что следующий этап – это общественно-профессиональная агграитация образовательных программ, это то, что очень важно с точки зрения обратной стороны медали, насколько востребованы наши плоды обучения, насколько востребованы наши студенты. И, соответственно, это, конечно же, роль профессионального сообщества. А профессиональное сообщество у нас – это объединение социальных предпринимателей. Теперь несколько слов о центрах инноваций социальной сферы. В этом году, к огромному сожалению, только 14 из 18 центров инноваций социальной сферы подали заявки на соответствующие субсидии, и только 8 получили положительное одобрение. Это крайне мало, это крупица, крупица того, что, вот, ну, в общем-то, нельзя говорить о каких-то позитивных шагах. И проблемов две. Первое, конечно, регионам надо объяснять, и я очень надеюсь, что вот формализация уже центра инноваций социальной сферы и будущее законодательства все-таки определит и разделит все-таки социальное предпринимательство из большого важного вектора развития малого и среднего бизнеса, который ведет каждый регион. Это важно. Как только этот блок выделяется отдельно, как только получается ответственный, так скажем, руководитель, ответственное звено, это становится рабочим механизмом. Очень важно, чтобы регионы развивали и увеличивали количество поставщиков. Я вчера, на прошлой неделе, прошу прощения, вернулась из Екатеринбурга. Какое количество у вас в реестре, говорю, социальных предпринимателей? Один. Один участник приезда. И здесь можно открыть любую область, любой регион и приблизительно та же картина. Это крайне удивительно. Это говорит о том, что действительно общественное просвещение, общественная популяризация не находится на том самом уровне, которые должны объединить усилия всех нас. Я уверена, что в ближайшее время, в этом году, мы это обязательно сделаем. И, конечно же, нельзя в образовательной политике не опираться на успешные лучшие практики. Их обмен, их тиражирование, их популяризацию. И, знаете, вот так называемое коробочное решение. Конечно, нельзя сделать из лучшей практики коробочное решение. Но этот вектор, делай раз, делай два, делай три. И конкурс, лучший социальный проект года, который был поддержан и организован Министерством экономического развития, агентством стратегических инициатив, который подвел свои итоги по итогам 2015 года в феврале, через месяц скоро будет дан новый старт новому конкурсу «Лучший социальный проект 2016 года». И я крайне призываю, чтобы все социальные предприниматели страны активно участвовали. Именно на вас, на ваших успехах, на ваших позитивных шагах. И, может быть, даже тех моментов, где вам нужно помочь, мы строим правильный вектор развития и образовательной политики, и всего движения социального предпринимательства. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Борисовна. Ярко, зажигательно уже хочется начинать всем заниматься социальным бизнесом. Вы знаете, вы, если хотите, помогли мне, облегчили мою задачу, перекинув мостик вот к тому, что тиражирование лучших практик. Те, кто присутствуют здесь, я могу сказать, что основная часть предпринимателей, конечно же, пришли сюда, чтобы послушать. Ну, во-первых, конечно же, им хорошо, что они услышали, что они занимаются важным, нужным, абсолютным делом, что мы в них верим, любим их и будем поддерживать. Это очень здорово. С другой стороны, это же предприниматели, они хотят услышать конкретные, в общем-то, какие-то такие точки, вот эти морковки, яблочки, которые они будут складывать в свою корзинку плодов того, что они пришли сюда не зря. Вот в этом отношении я хочу сказать, что, во-первых, я хочу, чтобы каждый из тех предпринимателей, которые здесь присутствуют, знал, что торгово-промышленная палата начала своего рода тоже социальный проект, потому что совершенно бесплатно для всех предпринимателей страны сейчас есть такая информационная поддержка, этот проект называется «Навигатор успеха». Почему я о нем хочу рассказать? Потому что с помощью этого проекта палата в еженедельном режиме поддерживает всех предпринимателей страны, оказывая им информационное, юридическое, бухгалтерское и все остальное сопровождение. Вот если вы войдете на сайт торгово-промышленной палаты, увидите там летящего, очень красивого, такого брутального Меркурия, написано «Навигатор успеха», нажимаете вот на эту кнопочку, и там сразу увидите зеленую большую кнопку «Подписаться на проект». Вы нажмете ее, введете свой электронный адрес, что вы получите? Вы получите совершенно бесплатно, два раза в неделю. Такие, знаете, очень содержательные, важные материалы, которые будут приходить к вам. Меркурий будет вам их приносить, потому что он прилетает. И там делается все. Палата вам будет напоминать о том, что вам нужно сдать отчеты. Палата будет вам присылать формы отчетности. Палата будет рассказывать о всех изменениях в законодательстве, которые есть для бизнеса. Палата будет вам рассказывать об интересных формах поддержки государства, мерах поддержки, формах документов, как получить эту поддержку. Палата учит и подсказывает, какие нужно предпринять шаги, когда вы строите свой бизнес, какие необходимые документы, как отбиться от проверок, как грамотно вести себя в случае, если вам пришли контролеры. Это такая серьезная, вы знаете, сопроводительная работа. Я вам могу сказать, что у нас на сегодняшний день больше 40 тысяч уже предпринимателей подписались. Еще ни один не отказался от этой рассылки. Почему? Потому что сжато, коротко, ярко, красиво. У нас там, в общем-то, есть уже такая рисованная, мультяшная команда предпринимателей. Мы вам помогаем в этом море грести, разгребать. Мы понимаем, что у предпринимателей сейчас нет денег на то, чтобы содержать штат юристов, экономистов, бухгалтеров, что очень трудно уследить за всеми изменениями. Поэтому я вас призываю, проект бесплатный. Палата его дарит всем предпринимателям России. Обязательно подпишитесь и придете потом, будете говорить слова благодарности. Через год, я думаю, что у нас будет в два раза больше и поднятых рук, когда я спрошу, кто подписался, будет много, потому что вы почувствуете, что это действительно очень нужный продукт. Могу сказать, что его патронирует комитет по развитию малого бизнеса, наша торгово-промышленная палата, а там одни предприниматели. То есть это тестирование в реальном режиме, что нам нужно. Коротко, без занудства, только самое главное. Это один хороший проект. Второй хороший проект, о котором я хочу рассказать. Я знаю, что три года назад мы уже рассказывали здесь на круглом столе, если кто-то был, то он помнит. Рязанская палата, проект забота. Проект по-своему действительно уникальный социальный. Я могу сказать, что я в этом году была в Рязани, сама прошла по магазинам, где действует этот проект. Коротко, да? Торгово-промышленная палата собрала, объединила предпринимателей в сфере торговли и производства и сказала, ребята, все хорошо, но социальным категориям населения, пенсионерам, мы, пожалуйста, давайте будем продавать специальные программы по специальной скидке с карточкой заботы. Сначала в проект никто не верил. Думали, что это так вот просто, какая-то заманилка, еще что-то. Потом проект, как только пенсионеры его почувствовали, получили, потом пришли учителя, потому что у них зарплата недостаточная, пришли медработники, профсоюз сказал, а почему нам не даете, потому что у нас тоже малообеспеченные. Я сама в магазине могу вам сказать, очень красиво это все выглядит. Вот, условно говоря, 20 видов сыра с обычной ценой и два сыра, которые специально продаются по карточке забота. Они отличного качества, хорошие, но это социальная договоренность палаты и производителей, что вот по этим двух категориям они держат фиксированную цену, она очень доступная для пенсионера. И я, когда дедушка стоит, покупает, в общем-то, 4 пачки сыра, ну, вот такой упаковки, я ему говорю, скажите, пожалуйста, вот вы очень любите сыр? Он говорит, я хожу сюда за 2 квартала, потому что я покупаю сыр своим детям, своей соседке и всем остальным, потому что это получается дешевле, в среднем где-то на 10-15% дешевле, чем вот во всем остальном. Я думала, что тут выкручивают руки, разговаривая с президентом палаты. Она говорит, нет, это социальная ответственность. И директор магазина сказала, что мы этим очень дорожим, следим, потому что, ну, понятно, что к ним приходят пенсионеры со всей округи, да, и производители очень в этом заинтересованы, потому что это такая история. И самое главное, вот, что меня больше всего в этом проекте потрясает и радует, это то, что люди направленно идут в эту историю. Да, у них нет, может быть, на этом товаре прибыли, но они понимают, что они делают очень важное дело для города. И они, если хотите, они говорят, мы противостоим сетям. Сети не могут конкурировать, не могут конкурировать с этой системой. Вот Яшкин Алексей Иванович, это вице-президент Рязацевской торгово-промышленной палаты. Я вот сейчас про вас рассказала практически все. Какие вы молодцы, какие вы уникальны. Вы смогли этот проект в регионе просто-напросто взрастить, и даже губернатор, не веря в то, что он состоится, в конечном итоге в этом году, а мы с вами понимаем, что в этом году выборы, и что, как красиво рассказать о том, какая вот серьезная история идет. Вот так вот я ваши все секреты расскажу. Я все-таки хочу, вот знаете, чтобы мы такой посыл дали, да? Ведь это серьезная работа. Палата с этого вообще никаких денег не получает. Она просто помогает стыковать вот этих людей, да, которые занимаются бизнесом и которые не зарегистрированы как социальное предпринимательство, но реально оказывают серьезную социальную поддержку вот в данном регионе. Как палата вообще вот, это что, знаете, как в том фильме, это ваш крест, вы его несете достойно, молодцы, но как вы себя ощущаете вот в данной ситуации? Расскажите, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. Я представляю Рязанскую торгово-промышленную палату. Я, конечно, Алексей Иванович, вице-президент. Откуда взялась эта идея социальной поддержки населения или социального предпринимательства для нас? Мы ее почерпнули тоже в палате. Химкинская торгово-промышленная палата реализует свой проект «Ветеран» давным-давно. И мы попробовали это реализовать в Рязани и Рязанской области. Были проблемы. Я сейчас о них говорить не буду. Но я признателен Российской торгово-промышленной палате, которая в марте 2013 года поддержала нашу идею и рекомендовала всем палатам России тиражировать ее в своих регионах. Для нас это чрезвычайно важно, что на более высоком уровне этот посыл был понят, поддержан, и мы теперь уверенно стоим на ногах. Как работает эта система? Торгово-промышленная палата Рязани имитировала выпуск карточек программы «Забота». Это пластиковые карточки. Создала свой процессинговый центр. Уговорила и ряд предпринимателей участвовать в этой программе. Вы скажете, а почему палата-то этим занимается? Это же такое, значит, социальная направленность. Это может быть Министерство социальной поддержки населения. Например, оно у нас есть в Рязани. Так вот, палата это взялась делать потому, что есть потребность. Созрели предприниматели для того, чтобы и развивать свой бизнес, и видеть, в каком состоянии находится часть населения, и поддерживать это население, чтобы и как-то с благородными ценами. Для этого мы их объединили. Значит, сначала мы работали, началось это в октябре 2012 года. Сначала мы привлекли 14 магазинов для этих целей и порядка 10 поставщиков. Как функционирует программа? Мы выдали карточки программы «Забота» населению. Значит, человек, владелец карточки программы «Забота», приходит в магазин что-то приобрести. Значит, на полке находится товар, который для широкого потребителя. Но для программы «Забота» стоит ценник. Только этот же товар подается по программе «Забота». Но цена на него на 15-20% ниже. Покупатель, владелец карточки, набирает этот товар, подходит к кассе, значит, подает карточку, кассир считывает штрих-коды товара, значит, высвечивается на дисплее коммерческая цена товара. Затем кассир считывает штрих-код карточки программы «Забота» и высвечивается цена по карте программы «Забота». Как это технически происходит? Считывание штрих-кода карточки по интернету, идет обращение в процессинговый центр торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленный процессинг проверяет, идентифицирует карточку, значит, это наша она или не наша, и дает команду на продажу по сниженной цене в магазине. При этом покупатель, значит, приобретает этот товар. Значит, за это время, как мы существуем, по настоящий момент, мы имитировали 240 тысяч карточек. В Рязанской области проживает миллион сто тысяч населения. Представляете, какой объем, какое количество населения мы охватили? Какие категории населения мы охватили? Это инвалиды первой, второй, третьей группы, ветераны войны, пожилые люди, которым за 80 лет, многодетные семьи и так далее. Всего 18 категорий пользуются этими карточками. К нам примкнули не только продовольственные магазины, но и продавцы товаров народного потребления, химчистки, прачечные, значит, парикмахерские, ателье и даже драмтеатр. Драмтеатр выдает билеты по четвергам и воскресеньям на свои спектакли из расчета, значит, два билета одному человеку. То есть кто-то может прийти с своим другом, с семьей и фактически за 50% стоимости посетить театр. Значит, есть ли сейчас какие-то проблемы? Да, я, наверное, скажу, как здесь присутствуют представители бизнеса, о выводе, который получает бизнес при этом. Значит, поставщики товара, которые, имея уже сеть нами организованную, а сейчас это 116 в продовольственных магазинах и порядка 120 в товарных магазинах, значит, это уже своеобразная сеть. Поставщики отпускают свой товар по цене крупного опта. на весь объем, который запрашивает магазин. При этом магазин продает часть товара по цене, значит, льготной для населения, которой владеет карточкой программы «Забота», а часть по коммерческой цене. При этом, значит, насколько вы понимаете, крупные сети или крупные магазины, они, как правило, имитируют свои карточки, а мелкие предприниматели, они, ну, не смогут это сделать, а вот за счет того, что торговая промышленная палата их объединила и имитировала карточки, они этими услугами тоже пользуются. Значит, при этом увеличивается поток населения, естественно, в магазины, при этом увеличивается оборот, и, естественно, доходы магазина растут. При этом растут доходы и поставщиков, которые участвуют в этом процессе. Ну, например, производители молока. У них сразу увеличивается объем продаж, они работают на... загрузка оборудования идет на полную мощность, и в результате этого получается экономическая выдача. Потом, допустим, какое преимущество они имеют? Чтобы войти в сети, как правило, сети просят, чтобы поставщик платил за... арендовал полку, аренда полки, так называемая. Платил, значит, ретро-бонусы. В нашей системе этого нет, и, значит, это очень выгодно поставщикам. Поэтому за это держатся. Я бы сказал, что эта система функционирует без какой-либо финансовой подпитки. Она создана на основе добровольного участия всех заинтересованных сторон. При этом все имеют определенную экономическую выгоду от этого проекта. Естественно, мы проводим систематически примерно раз в месяц совещания участников программы «Забота». Алексей Иванович, теперь самый главный позитивный сигнал в космос. Люди довольны? Люди довольны. И сейчас... Предприниматели зарабатывают. Георгий Николаевич, пример приведу. Давайте только коротко. Значит, 240 тысяч пользуются программой «Забота». Предприятий торговли 204. В том числе 116 продовольственных магазинов, 33 хозяйственных, магазины аптеки 24, магазин семян 10, магазин строительных товаров 2, одежда, обувь 13, тиксель для дома 4, сверхботовых условов 35, в том числе ателье 12, парикмахерские 19, химчистки 3, поставщиков продуктов питания 19. Ну все, Алексей Иванович, мы уже все едем в Лизайн. Потому что у вас хорошая программа. Эта вот система «Заботы» реализует товаров примерно в месяц на 50 миллионов рублей. Из них 28 миллионов – это продовольственные товары. Реально человек может получить, вот по карточке программы «Забота», преимущество примерно в полторы тысячи рублей. Если все купят по программе «Забота». Поэтому Елена Николаевна так довольна рассказывала вам о том, что она видела в Рязани. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Это пример хорошего, очень хорошего сочетания, да, с одной стороны, совершенно важного, нужного дела, которое делается для такого огромного количества людей, с другой стороны, это как раз и поддержка, и развитие предпринимательства, и поддержка, и развитие производителей, потому что они тоже получают доступ. То есть вот если у нас таких примеров действительно будет больше, если мы их будем масштабировать, я думаю, что следующие наши конференции будут проходить уже в Кремлевском дворце съездов. Не будем вмещать всех желающих. Наталья Ивановна. Сегодня уже неоднократно говорилось о том, что одним из направлений, которое должно поддерживать социальное предпринимательство и проблем, это образование, да, сейчас действительно нет доступных программ высшего образования по социальному предпринимательству, но все развивается, у нас подписано, наш фонд подписал около 20 соглашений с различными вузами, в том числе с федеральными университетами, и сейчас у нас есть лаборатория социального предпринимательства, где мы обучаем крикосрочно программу, это вебинары дистанционные, обучение прошли больше 46 тысяч человек, то есть это говорит о том, что спрос на образование по социальному предпринимательству, на качественное образование есть. И сейчас я вот хочу представить, предоставить слово Суровой Надежде Юрьевне, директору Института социального проектирования Российского экономического университета имени Плеханова, она профессор, руководитель проектов и рабочей группы агентства стратегических инициатив. Пожалуйста, Надежда Юрьевна. Уважаемые коллеги, для начала я хочу изменить лозунг своего доклада. Я хочу сказать то, что образование социального предпринимателя в России есть, так же, как есть и вы. Хотя, конечно, категория социального предпринимателя законодательства пока еще не закреплено. Это не значит, что вас нет, потому что вы работаете, и огромный класс социального предпринимателя, в том числе по образовательной поддержке фонда «Наше будущее», который 9 лет создавал эту систему, и в том числе система образовательная, есть. Сегодня представляю Плехановский университет как первый экономический вуз страны, который 109 лет работает во благо России. Год назад мы создали маленькое НИИ, мы только только начинали. Созданное было при поддержке агентства стратегических инициатив. И изначально отцом-основателем выступил Александр Петрович Починок. Нас поддержали очень серьезные наши друзья из Совета Федерации. Нас поддержал Наталья Борисовна Починок в будущем заведении нашей кафедры Плехановского университета. Нас поддержали депутаты Государственной Думы и фонд «Наше будущее». Благодаря чему за год работы нашего НИИ мы создали достаточно хорошую модель системы образования социальных предпринимателей. Изначально, почему так называлось НИИ? Потому что мы действуем больше, я думаю, шеей, чем просто обучение социальных предпринимателей. Мы занимаемся социальным проектированием. По сути, мы создаем системы, создаем программы по развитию территории. За счет того, что мы используем механизмы ГЧП, у нас сейчас на партнерство, создаем и поддерживаем, образовываем класс социальных предпринимателей и создаем социальную инфраструктуру. В этом году мы, наконец, запустили первый пилотный проект – это систему высшего образования как букварета социальных предпринимателей на направлении менеджмента, так и магистерскую программу на основе тоже менеджмента, как управленцев. Это менеджмент предпринимательской деятельности и социальное предпринимательство. Запустились мы 17 сентября 2015 года. Наталья Ивановна почтила нас в этот день. Мы открыли этот курс для молодых социальных предпринимателей. Вот же спустя года у нас насчитывается свыше 300 человек, которые учатся на высшем образовании. В этом году мы запустили первый проект в России и сделали так называемую сетевую форму. Она очень интересная, поэтому хочу, чтобы ее послушали. 15 августа 2015 года замминистра Климов сориентировал методические указания по созданию новых моделей образовательных, так называемые совместные сетевые программы, когда участвует ВУЗ совместно с каким-либо предприятием. Допустим, модель ВУЗ-организации. По этой инициативе мы создали модель ВУЗ-организации совместно с фондом Капитана России. Капитана России – это не только образование, это еще и акселерация. Первые половины дня наши ребята учатся в Лихоаннском университете, а после обеда они остаются здесь заниматься акселерацией. Дело в том, что благодаря нашей новой стереопрограмме мы смогли привлечь деньги, это свыше 56 миллионов рублей, и обеспечить именно гарантовое обучение студентов. То бишь у нас бесплатное обучение, помимо бюджетного обучения от Министерства образования. В этом году, помимо тех, кто у нас обучается, у нас есть квота на 60 человек на грант в основе бакалавиата, это инновационное социальное предпринимательство, и 100 мест для магистратуры. Помимо того, что у нас учатся на эти специальности, они получают стипендию, обеспечиваются общежитием. И самое главное, у нас есть достаточно неплохой инвестиционный фонд под инвестиционную поддержку проекта социальных предпринимателей. В настоящий момент инвестиционный фонд составляет 420 миллионов рублей. Почему именно тема социального предпринимательства? Дело в том, что так как тоже работаю в агентстве статистических инициатив под руководством ДРМЧ Белоусова, я понимаю, что слова Белоусова не были больше направлены на то, что в настоящий момент нет единой системы подготовки социальных предпринимателей. Есть действительно большое количество курсов и 10-летний опыт работы фонда по подготовке специалистов. Есть программа РГСУ по подготовке социальных предпринимателей как дополнительное профессиональное образование. Есть система, где выстраивается высшее образование. В настоящий момент мы вместе с фондом нашей будущей разрабатываем единый церковный стандарт и диаметологическую базу. В настоящий момент у нас выходят статьи «Скоповские в Индии». Это родина Мухаммеда Юнуса. И у нас выходят статьи в Америке, которая тоже является положником данного направления. И, наконец, у нас буквально на днях выходит учебник по социальному предпринимательству. Как первый учебник в России, я надеюсь, что именно он станет некой антологической базой подготовки нас с вами как специалистов. Дело в том, что мы сегодня... Я услышала очень много ценных для меня слов и особенно от представителей Московской помощной палаты о том, что необходимо создание точек роста. Но я, как некий все-таки научный эксперт и научный человек, считаю, что неким таким точкам роста должны выступить именно высшее учебное образование. Почему? Потому что именно высшей школе принадлежат не только объекты инфраструктуры в городах и моногородах, но дело в том, что именно вузы аккумулируют самое главное нас с вами, сектуальную элиту России. Именно мы с вами должны быть именно теми точками роста на базе высшей школы, которые могли бы аккумулировать усилия государственной власти, органов местного самоправления, частные и благотворительные государственные фонды и, наконец, бизнес-сообщество и некоммерческое сообщество. Именно я думаю, что с вузов надо начинать строительство так называемых кластеров развития социального предпринимательства. Потому что все мы с вами начинаем со школы. После школы мы шли в институты и создавали свои бизнесы по благо России. В настоящий момент было принято решение о второй сетевой программе так называемой научной практике Холмского университета. У нас сейчас большая площадка 20 тысяч метров находится на Смольной 36. Это один из наших учебных корпусов. Если вы видите в уголке уже дизайн, который мы создаем под социальные предприниматели, мы изначально его позиционировали именно как некий бизнес-экселлиатр для социальных предпринимателей. Дело в том, что сколько мы общаемся с специалистами, мы видим, что для создания проектов необходимо именно создание единого экономического симулятора. То есть того органа, кто будет дорабатывать и делать из ваших проектов именно бизнес-проекты. Для того, чтобы могли подавать под институционную поддержку. У нас достаточно большие задачи. Мы хотим дойти от подготовки и обучения к каким-то основам СП как дошкольным уровням еще детей, так заканчивая школой, скамью это лицеи, дополнительной школы молодого предпринимателя, в школах социальных предпринимателей или детские технопарки. И заканчивая высшее образование в центре, это именно подготовка социальных предпринимателей в чистом виде. Плюс, конечно, как всегда мы занимаемся программой дополнительного образования, аксессуационной программы и прочие вещи. Я быстренько пролистаю, что вас. Вот в таком виде мы планируем его создать. И как вывод, я хочу сегодня сделать два таких предложения, я считаю достаточно актуальными в следующий моментах. Во-первых, мне бы хотелось создать межвузовскую, единую для вузов сетевую программу подготовки социальных предпринимателей, именно как высшее образование. Мое следующее предложение это создание межсекторов, межвузовских программ дополнительного образования. Дело в том, что все-таки необходимо жизненно создание стандартов образовательных услуг для социальных предпринимателей. Я бы, естественно, рассматривал наш научный проект создавания Верховного университета как хорошую площадку для того, чтобы все могли проходить здесь, работать бесплатно в наших оборкин-центрах, получать возможности дополнительного образования и возможности участия в нашем институционном фонде. Я считаю, что это все необходимо и все это в целом могло бы быть законодательно, нормативно в качестве создания эксперт-акциативного совета. Сейчас пообщались с коллегами, один из наших постоянных друзей и партнеров, это глава акциативной программы Голубский Викторович. И, конечно, мы бы хотели продумать вариант создания такого совета по имену бы вместе с Минэком как межведомственный совет, который, оказывается, помогал бы нам в создании двух стандартов, профоразвитического стандарта и занимался подвижением данного направления в России. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, когда готовились к сегодняшнему круглому столу, вот мне в глаза попалось такое высказывание. Мы уже сегодня много говорили, что основателем это у нас считаются американцы, и вот господин Билл Дрейтон, основатель компании Ашок, да, Глобальной Ассоциации Лидеров Социального Предпринимательства, вот есть такое его высказывание. Я сейчас зачитаю для чего? Для того, чтобы мы почувствовали, что с одной стороны мы занимаемся вот одним общим направлением, да, с другой стороны есть все-таки разница подходов у американцев и у нас с вами к развитию вот вообще в принципе социального бизнеса. Вот позиция, а он все-таки лидер социального предпринимательства. Социальные предприниматели не довольствуются тем, чтобы просто дать человеку рыбы или обучить, как ее ловить. Они не успокоятся до тех пор, пока не революционизируют саму рыбную отрасль. Глобальный подход, глобальные задачи. Мы все-таки немножко обычно в этой области менее амбициозны. Мы все-таки работаем над душой, содержательностью, направленностью проекта. Но у нас есть организация, агентство стратегических инициатив, которая как раз занимается фактически революционными проектами в каждом направлении и пытается ломать, перестраивать, взращивать, но в общем получать совсем другие парадигмы развития. Голубов Сигдей Викторович, представитель данного агентства, в принципе заявленная тема его выступления это именно что нового в программе обучения социальных предпринимателей. Но я бы вас попросила все-таки осмыслить вот эту саму историю, да, с точки зрения социального предпринимательства все-таки задачи, шире, масштабнее, что ждет, куда будет двигаться, в каком направлении вообще вот на ваш взгляд будет происходить развитие социального предпринимательства. Я не беру сейчас мировое лидерство там американцев, а вот у нас здесь, в России, в стране, в каком направлении все те, кто сейчас сидят в этом зале и связали свою жизнь с социальным предпринимательством, как вы считаете, будут двигаться в течение ближайших десятилетий. Спасибо большое. Коллеги, ну там-то я думал, я минут за семь уложусь, а здесь-то может быть я в семь минут не уложусь. Пять. Пять. Агентство стратегических инициатив всегда формулирует коротко, жестко, как выстрел. Пять. Коллеги, ну, во-первых, спасибо за эту фразу. Я, кстати, когда ее прочитал первый раз, я ее долго не мог понять. Только вот года два назад я ее понял, что же это такое. И здесь я бы мог продолжить еще фразой Германа Грефа, который недавно говорил, да, что в нашем стиле управления у нас подвиг. Вот нам нужен подвиг каждый день, а все-таки мы бы хотели перейти от подвига к системной ежедневной работе, и тогда мы действительно сможем обеспечить определенный прогресс. И вот здесь, я так понимаю, что, собственно, наша ключевая задача в развитии социального предпринимательства перейти от ситуации подвига к ситуации ежедневной кропотливой системной работы по выстраиванию как раз той экосистемы, в которой количество социальных предпринимателей будет больше, где количество таких проектов, которые у коллеги уже представлены, будет больше. Причем это не будет восприниматься именно как подвиг и героизм, а будет восприниматься, когда это нормальная системная работа, которая необходима для того, чтобы качество наших граждан было лучше и выше. И мы в этом все заинтересованы. То есть в таком вот духе. Что здесь делается, и что здесь было сделано? В преддверии Петербургского экономического форума была проведена стратегическая сессия, как раз направление социальный проект агент стратегических инициатив. Я член экспертного совета агентства, то есть я там не работаю в этом плане, я в меньшей степени могу отвечать за них. На этой сессии присутствовала как раз экспертная группа и было принято решение о том, что необходима дорожная карта по развитию социального предпринимательства. И Белоусов вот как раз на следующий день озвучил, что да, она действительно важна, нужна, и сейчас агентство формирует рабочую группу по разработке этой дорожной карты. К первому сентября эта дорожная карта должна выйти в свет. Это при том, что у нас уже есть три дорожные карты, одна по развитию конкуренции, и там есть блок по социальной сфере, одна дорожная карта, которая была подписана вот недавно Дмитрием Анатольевичем Медведевым по НИГОС-сектору, и комплекс мер, подписанный Ольгой Вириной-Голодец от 10% некоммерческих организаций. Здесь еще есть очень интересный казус в том плане, что социальное предпринимательство это все-таки некая философия деятельности, а не организационно-правовая форма. И поэтому мы относим к ней и некоммерческие организации. И здесь, конечно, может быть нюанс с изменением 209-го федерального закона, потому что он касается только субъектов малого и среднего предпринимательства. Вопрос, что делать с некоммерческими организациями, висит. Потому что я в зале вижу много коллег, которые как раз у нас проходят акселеризационную программу в Москве, некоммерческие организации в том числе, и, например, у них есть очень, конечно, проблем с доступом к тому же госзаказу. Потому что там понятные причины. И вот в этой дорожной карте есть несколько ключевых фокусов, о которых, собственно, коллеги уже говорили, но которые еще есть смысл немножечко сказать. Первая вещь, это, конечно же, просвещение и вовлечение людей в понимание того, что такое социальное предпринимательство. И это, начиная со школы, по сути, даже с детского садика. То есть, это развитие социального проектирования как метода обучения, это вовлечение студенчества в социальное предпринимательство и через обучение, и через стажировочные программы в деятельности социальных предпринимателей и некоммерческих организаций. И в этом плане уже такая работа, она ведется. Вторая очень важная вещь, это система фондирования для социального бизнеса. Потому что на сегодняшний день у нас, спасибо фонду «Наше будущее», да, спасибо, Бульгетт Олег Первого, спасибо Наталье Зверевой, что это есть. И это действительно очень мощный рычаг для того, чтобы появлялись новые примеры. Группный бизнес начал подтягиваться после этого, это и «Металл Инвестор», «Усалу», «Суэк», и они начали создавать системы фондирования в городах присутствия. Минэкономразвитие сейчас включает систему фондирования, но тем не менее ресурсов явно недостаточно. У нас есть новые инструменты фондирования, это краудфандинговые платформы, вот я вижу лишь Сахарова планета, Ру, который тоже мощно продвигает эту тему, спасибо им большое. Но, опять же, инструменты есть, но мы все-таки испытываем в них дефицит. И следующая важная вещь здесь, это колоссальное неумение пользоваться этими инструментами, колоссальная безграмотность. Совершенно серьезно. Это к вопросу об обучении, потому что у нас есть очень маленькое количество организаций, которые умеют это все делать. И очень большое количество организаций, у которых, опять же, это подвиг и вопрос перестройки от подвига к системной работе. Но здесь тоже много делается, есть школа онлайн, социального предпринимательства, лаборатория социального предпринимательства, Пехановский университет, очень много работает тоже поэтому. То есть эта работа идет. И здесь важная вещь еще, это масштабирование вот этих лучших практик в регионы Российской Федерации. Потому что у нас иногда возникает ощущение, что вот, ну, нерв, да, сконцентрирован в Москве и, соответственно, иногда это не распространяется просто туда дальше. Вот даже по Московской области, если мы возьмем, мы работаем в Одинцово и в Красногорске, у нас акселерационная программа там идет, и очень по-разному себя муниципалитеты ведут, очень по-разному там выстроена вот эта экосистема. То есть здесь, конечно, колоссально разный уровень. И вопрос приведения в некое, ну, единое, что ли, пространство, нормативно-правовое в том числе, оно здесь стоит, и это вызов, которым, конечно, важно участвовать. Но, коллеги, ключевая вещь, вот, которую я бы хотел закончить. Инструментов достаточно много, ими важно и нужно пользоваться, о них важно и нужно знать. В качестве анекдота вам сейчас проиллюстрирую. Например, в моногородах есть 95 мер поддержки моногородов, 95 мер поддержки. Главы моногородов, как выяснилось, не знают о этих всех 95, а знают о трех-четырех. Но это вот продолжение, да? Поэтому здесь очень важно объединение и сотрудничество. Мы его уже наблюдаем, потому что мне очень приятно видеть и за этим круглым столом, да, и за в зале очень много знакомых людей, с кем мы много работаем. И очень важна кооперация, которая выстраивается, которая усиляется и как раз дает тот синергетический эффект для развития социальных инноваций, социального предпринимательства. Я надеюсь, что ну, просто вижу уже даже необходимость, да, что, конечно, нам надо встречаться чаще, даже, ну, мы, конечно, не встречаемся раз в год, это может у нас торжественные встречи, но и в этом плане надо встречаться тоже чаще, переводить более такие проектные работы, наша деятельность, наше взаимодействие, тогда это даст мощный синергетический эффект для развития социального предпринимательства. Ну, спасибо. Спасибо большое. Ну, понятно, что встречаться нужно, конечно, чаще. Вопрос только в том, что мы с вами отчетливо понимаем, да, что встречаться мы хотим для чего? Для того, чтобы получать конкретный, совершенно результат, конкретное, совершенно направление, тогда это будет иметь смысл, а вот с точки зрения моногородов, вот в качестве ремарки, да, вот я вам могу сказать, 95 мер поддержки. Вот, если хочешь провалить дело, то создай 95 мер поддержки, потому что никакой, даже самый адекватный и лучший руководитель моногорода никогда в жизни не одолеет, в общем-то, и первые 45. И, а тем более предприниматели, которые каждый день вынуждены бегать бегом, зарабатывая себе на жизнь, поэтому вот эта оптимизация всего этого ужаса и сведение его в одно окно, максимум в два окна, для того, чтобы тогда это, если хочешь помогать, сделай одну точку входа, если ходишь, чтобы изображать помощь, то тогда 95 мер поддержки, и результат будет соответствующим. Но я сейчас хочу немножко все-таки перевести дискуссию еще в другую сторону, и могу вам сказать, что вот эксперты, я же говорю, что я готовилась к сегодняшнему столу, значит, эксперты выделили четыре признака социального предпринимательства. Социальное воздействие, то есть направленность бизнеса на смягчение социальных проблем, инновационность, что очень радует, третье, финансовая устойчивость, то есть решение социальных бизнес, решение социальных проблем должно происходить за счет доходов, получаемых от собственной деятельности. И четвертое, это масштабируемость, возможность передать полученные навыки другим компаниям, рынкам, странам, государствам, в общем, такая масштабируемость в хорошем смысле, от самого маленького к самому большому масштабу. Вот у нас есть советник-председателя комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по оборону промышленному комплексу, просто сумасшедшее название, Кондратьев Алексей Владимирович, который здесь присутствует. Вот мы вам обозначили инновационность, и достаточность, масштабируемость. Вот Российский Союз промышленников и предпринимателей, огромная, серьезная организация, которая обладает мощным финансовым ресурсом, и наш социальный бизнес. Как бы вот нам соединить это в одно единое целое, чтобы получить, в общем-то, нужный стране, такой нужный результат? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, во-первых, действительно, огромная благодарность ТПП, огромная благодарность фонду «Наше будущее» за этот, я не побоюсь этого слова, талантливый и очень содержательный круглый стол. Я думаю, что информация, которую мы здесь получаем, она полезна аудитории и нам, спикерам, она также очень-очень полезна. Поэтому огромное спасибо, большое удовольствие в приметенном участии. Да, действительно, я здесь заявлен как представитель РСПП, как представитель крупного бизнеса, но одновременно я являюсь экспертом фонда «Наше будущее», поэтому я отражать буду как бы обе точки зрения, и точку зрения крупного бизнеса, и, в общем-то, профессиональной среды, инфраструктуры, специального предпринимательства. Действительно, тема основная, которая была заявлена, это тема, связанная с принятием закона о социальном предпринимательстве. Почему этот закон необходим? На самом деле, об этом говорили уже сейчас очень много, мне, наверное, предстоит немножко эти вещи обобщить. И на вопрос, который мне был задан, я отвечу тоже, о том, какая смычка может быть и взаимопонимание между крупным бизнесом, который, несомненно, представлен в РСПП, и, соответственно, бизнесом социальных предпринимателей, который бизнес, как правильно, средний, малый или даже микробизнес. Да, такой термин тоже есть. Во-первых, о законе. Правильно о законе говорить, конечно, в преддверии выборов в Госдуму, и все на этом останавливались, по большому счету, это так и есть. Я хотел бы посмотреть на социальное предпринимательство с точки зрения и крупного бизнеса, и государства тоже, поскольку крупный бизнес у нас сейчас зачастую государственной, и, конечно, любой крупный бизнес в России имеет какие-то контакты с государством. Я также скажу о том, что вижу, главное в законе, в дополнение к этому. Наверное, постараюсь подойти так вот аналитически, поскольку пять лет я вел колонку в журнале РСПП «Бизнес России», и эта колонка была посвящена как раз вопросам, которые нужно видеть с такой макроэкономической, глобальной точки зрения. Поэтому, наверное, вначале я скажу вот о чем, что в нашей стране сейчас явно существует бизнес-тренд, то есть про-бизнес-тренд, поворот лицом к бизнесу, к предпринимательству. Для меня это очевидно. Наилучшим свидетельством этого, мне кажется, было выступление президента, когда он выступил на недавнем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и, в общем-то, напрямую очень четко об этом сказал. Было это важно и приятно слышать. Да, этот поворот к бизнесу, конечно, вызван отчасти текущим кризисом, поскольку в кризис всегда цена предпринимательской инициативы, активность, это понятно, но отнюдь не только. Было заседание, в основной день работы Петербургского экономического форума, которое называлось «Новая экономическая реальность». И вот на нем президент как раз очень много говорил о том, как он понимает эту экономическую реальность. Вот мне, как в данном случае представителю РСПП, важно сказать, что, конечно, было очевидно, что понимает ее отлично. Он видит, что эта экономическая реальность связана с изменением структуры мировой экономики в целом. То есть, в принципе, меняется структура мировой экономики. И мы находимся в процессе становления нового мирового экономического уклада. То есть, задача в том, чтобы в этот уклад вписаться. Для того, чтобы в него вписаться, нужно быть инновационными. Все то, что говорилось о социальном предпринимательстве, нужно быть активными, нужно быть масштабируемыми, нужно быть финансово устойчивыми. Это, на самом деле, относится и к бизнесу в целом. Социального предпринимательства к бизнесу тоже очень сильно относятся. Наверное, вы отметите, я здесь тоже об этом остановлюсь, кто помнит поступление, что Владимир Владимирович поручил даже правительству проработать мировоздействие на регионы, которые не поддерживают бизнес. Он даже, можно сказать, пригрозил губернаторам, которые не поддерживают развитие бизнеса определенными кадровыми решениями. Вот такая у нас сейчас ситуация в плане про-бизнес-трендов в стране. Мне кажется, это очень хорошо, я отношусь к этому очень искренне, надеюсь, вы тоже это касаете и нас как социальных предпринимателей. Какие есть своего рода краткосрочные негативные следствия этого нового экономического уклада, новых технологий, которые будут отбирать рабочие места? Да, будет расти, в принципе, должна возрасти безработица, то есть меньше людей будет работать в крупном бизнесе, меньше, меньше, изменится структура занятости, но именно структура занятости изменится. Очевидным выводом является то, что возрастет доля занятости населения в малом и среднем бизнесе, то есть структура бизнеса изменится. И соответственно, что такое малый и средний бизнес с точки зрения общества, с точки зрения государства? Это социальная стабильность, то есть те, кто занят в малом и среднем бизнесе, создают социальную стабильность. Опять же, это видит и понимает президент. Мы видим, что значимая часть малого и среднего бизнеса в России уже становится и может все больше становиться сектор социального предпринимательства. Пока оценки небольшие. Пока это примерно 1% от малого и среднего бизнеса. Вот, да, пока это точка роста, да, но мы видим, как поддерживает Минэк, да, как действительно участники круглого стола видят эту точку роста. То есть это тот сектор, который действительно имеет очень серьезный перспектив. Отмечу еще одно заявление. Мне очень понравилось то, что президент сказал, была такая цитата «По итогам 2016 года крупные российские компании разместят заказов у малого и среднего бизнеса на 1 триллион рублей». То есть поздравление с прошлым годом, это рост в 9 раз. И также, там же на форуме, Владимир Владимирович заявил о необходимости увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе с нынешних 18 миллионов до 21 миллионов годов. Для бизнеса все это, как вы понимаете, даже для крупного, я потом объясню почему, очень хорошие и позитивные слова. Понимание важности малого и среднего бизнеса, а сейчас я перейду к тому, что и социальное предпринимательство, на мой взгляд, оно присутствует не только у президента, разумеется, у председателя правительства, но, например, в системной оппозиции. Вот говоря о бизнесе, недавно происходила встреча молодых предпринимателей с Борисом Титовым, как вы знаете, лидером партии «Роста». Также он, как все знают создатель и выходец из деловой России, бизнесом бутсу. Вот. И я задал ему прямо там на встрече прямой вопрос, который касается основной темы моего выступления, который касается закона о социальном предпринимательстве. Я сказал, скажите, вы поддержите, когда вы пройдете в Думу? Когда вы пройдете в Думу? Вы поддержите принятие закона о социальном предпринимательстве? Ну, я могу ответить абсолютно четко, что Титов ответил «да». Титов ответил абсолютно «да». А вы думаете, что он до выборов вам скажет «нет»? А, я, смотрите. Вот мы сейчас… Давайте мы сейчас по всем съездам пройдемся, дадим вопрос. Я хотел бы посмотреть на того лидера партии, который бы сказал «нет, не поддержу». Смотрите. Мы же с вами понимаем правила игры. Отличный комментарий, но у меня есть ответ на ваш вопрос. Он будет такой достаточно полный. На самом деле есть предложение из Пулыпинского клуба, да, который, понятно, разрабатывал Титов, да, и его коллеги, и они представлялись также президентом. Президент, он знакомил с этими предложениями? Нет. Так вот, я вам должен сказать, что в предложении серьезного и яркого места, к сожалению, социального предпринимательства не уделено, насколько я изучал и видел эти предложения. Однако, когда вопрос был задан про сам сектор социального предпринимательства по поддержку закона, да, конечно, действительно четко сказал, да, принятие закона мы поддержим. Было сказано напрямую, СМИ перед огромной аудиторией, да. То есть, на самом деле, конечно, есть вы за деятельностью того же Титова следили, а это уже ближе мне, это уже бизнес, в том числе крупный, хотя зачастую не сырьевой. Вы знаете, что когда деловая Россия объединяет больше не сырьевой бизнес, да, так сказать, там, скажем так, РСПП больше служит. Значит, тем не менее, Титов, когда работал омбудсменом по правам предпринимателей, неоднократно много раз он упоминал о теме сцами предпринимательства, защищал ее, отмечал, насколько это важно. И это абсолютно точно в этом качестве он делал. Вот. Соответственно, от этого я хотел бы перейти к пониманию, просто я дал определенную картину, да, так, две минуты, я так и уложусь две минуты, да. Вот. А мне кажется, действительно, все это нас ведет к тому, что закон действительно нужен, потому что, видите, президент в виде тему социального предпринимательства, да, но наша правящая элита может быть не до конца, не то, чтобы ее видит, она не до конца в ней разбирается, да. Тут права была и Наталья Починок, да, и многие, кто говорил, что зачастую, как мне представляется, социальное предпринимательство ассоциируется у правящей элиты, по крайней мере, мне кажется, у значительной части Государственной Думы уже уходящей, ушедшей, да, вот, социальным бизнесом. Они немножко не проводят различия, да, и вот этот знаменитый закон, да, который назывался об основах, и называется об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, который вступил в силу 1 января 2015 года. Как известно, готовились поправки в 2013 году о внесении изменений, да, которые определили бы четко статус социального предпринимателя, статус социального предпринимателя, это понятия, не прошли эти поправки, да, поэтому на самом деле теперь назревает следующее. Мне кажется, очень четко необходимо выделить из темы социального бизнеса, отделить понятие социального предпринимателя и социального предпринимательства из темы малого и среднего бизнеса, а также из темы социального бизнеса. Да, здесь много пересечений, но все мы понимаем, что социальное предпринимательство имеет отдельное определение, да, и очень желательно, чтобы это произошло в законодательном Почему это крупному бизнесу, в том числе, интересно? Я могу ответить очень просто. Помимо того, что крупный бизнес, как и государство, абсолютно четко бенефициар, заинтересованный в сохранении социальной стабильности в обществе, это по определению, помимо этого, например, доноры, инвесторы в социальное предпринимательство могли бы получить какие-то налоговые преференции, какие-то налоговые льготы сами доноры. То есть крупному бизнесу это на самом деле интересно. И закон, очень многие такие вещи могли бы предусмотреть, закон мог бы дать определение. Да, опять же, мы понимаем, что в разных странах по-разному. Все, я на самом деле на этом завершаю. Я поддерживаю то, чтобы новая дума, как сказала Наталья Ивановна Зверева в 16-17 году, приняла закон о социальном предпринимательстве, отдельный закон. Спасибо. Спасибо большое. Я вот сейчас озвучу свою личную позицию, не как вице-президент торгово-промышленной палаты, когда мы говорим о том, что крупные компании должны получить какие-то льготы за то, что они поддерживают социальный бизнес. Вы знаете, внутри у меня что-то вот сильно возмущается. Все-таки мне кажется, что это другая сфера, где не должно покупаться вот это вот участие. Вы мне дайте льготы, и я тогда начну вот здесь вот заниматься этой поддержкой. Все-таки наш крупный бизнес, с учетом его истории создания, с учетом вообще той миссии, которую он выполняет в государстве, давайте мы все-таки, наверное, будем, вот это моя личная позиция, высказывать им гораздо больше требований с точки зрения тех обязательств, которые они должны нести в государстве. Не покупая вот эту их социальную ответственность, а рассказывая им о том, что они обязаны ее исполнять и нести эту ответственность, учитывая тот опыт, который они имеют за плечами взращивания своего вот этого крупного бизнеса. Но еще раз повторюсь, это моя личная позиция, поэтому я ее просто позволила себе озвучить. Сейчас я хочу с удовольствием представить нашего уже многолетнего партнера Владимира Вайнера, директора компании Gladway. Хочу сказать, что так же, как и фонд «Наше будущее», он очень много внес развитие этого направления, в том числе совместно мы создали портал, который называется «Банк социальных идей». Здесь был создан реестр социальных предпринимателей, soindex.ru, и очень всем нравится, всегда с удовольствием дарю, и люди просят еще. Это каталог социальных предпринимателей, очень красивый, возможно, здесь будут на столах эти материалы. Это такой был первый продукт, который наглядно показал социальных предпринимателей. Владимир отбирал их, работал с ними, и сейчас уже все буквально просятся, говорят, включите наш. У нас тоже в реестр социальных предпринимателей, в каталог социальных предпринимателей. С удовольствием представляю слово Владимиру Вайнеру. Пожалуйста, Владимир. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Добрый день, уважаемые друзья. И несколько таких небольших, сначала модных о том, что есть, а затем, возможно, что будет. Вот, с одной стороны, если говорить об информационной поддержке, то надо вспомнить о том, что большое число сейчас уже ресурсов, в той или иной степени поддержанных нашим будущим, существует. Это и портал «Новый бизнес», и вот, в частности, «Банк социальных идей». И действительно такое место, куда ежедневно стекаются самые разные простые идеи, проектные идеи, реализованные проекты, связанные с какими-то социальными вещами. И это такой первый шаг. Если говорить о более уже таких продуманных и шагах, имеющих связь с социальным предпринимательством, то мы, опять же, совместно создали когда-то каталог соиндекс.ру, который на данный момент является и таким местом самоопределения социальных предпринимателей. И именно отсюда мы берем информацию для уже печатной версии каталога социального предпринимательства России. Размещаем именно здесь электронную версию каталога, который вот у некоторых даже по нескольку экземпляров, я вижу, вот лежит. И так далее. И на данный момент, вот отталкиваясь от того ресурса, который есть, такой каталог социальных предпринимателей, где указаны и сами предприятия, и их основатели, и виды деятельности, и товары, и услуги, которые производят, мы думаем, что отталкиваясь от этого как раз можно рассмотреть будущее в виде создания и реестра, о котором уже говорилось, и чуть-чуть больше маркетплейса, на котором человек может посмотреть, а какие товары и услуги действительно производятся социальными предпринимателями, а какие товары и услуги можно приобрести непосредственно, входя даже через разные, может быть, там, структуры, типа Яндекс.Маркеты и так далее, или через крупные интернет-магазины, попадая в том числе вот на такой вот единый маркетплейс. Вот мы сейчас будем развивать вот эту историю как раз от каталогов, которые уже используются очень многими, как инфраструктура такого вот именно продвижения и продажи товаров и услуг социальных предпринимателей, к чему-то уже более новому, и как раз сегодня после обеда в Институте развития интернета на форуме интернета и торговли будет прям отдельное заседание, связанное с тем, с вопросом создания маркетплейса товаров и услуг социальных предпринимателей, в котором будут принимать участие и эксперты Института развития интернета, и компании, такие как Сбербанк и так далее, и так далее. Если говорить вот о таких визуальных решениях, которые действительно уже стали популярными такими символами, даже, может быть, информационной поддержки социального предпринимательства, да, это каталог, и он ежегодно развивается, и в этом году мы осенью ждем уже новый выпуск 2017, как бы 2017, ориентированный на следующий год, он будет еще толще, еще тяжелее, чем вот текущие книжки. И если говорить дальше, то есть еще много историй, например, с первого каталога у нас существовала и жила, пока мы ее не потеряли где-то далеко на Дальнем Востоке, выставка, связанная вот с этими работами. И другой момент, уже говорилось здесь о краудфандинге. Вот на наш взгляд, история с краудфандинговыми проектами социальных предпринимателей, это как раз в первую очередь еще не сбор средств, потому что все-таки еще рынок только развивается, но уже масштабная и серьезная работа по продвижению самого явления социального предпринимателя, и не случайно, что на портале Планета.ру открыто, и это большой такой знак серьезный, открыта отдельная категория социального предпринимательства, которая динамично расширяется, набирает оборот, проводится уже школа, краудфандинг для социальных предпринимателей и так далее, и так далее. И чуть-чуть еще один момент, связанный с информационной поддержкой, очень значимый, это появление маркировок сначала сертификации, затем маркировок товаров и услуг социальных предпринимателей. Здесь приводился пример с торгово-промышленной палатой и системой «Забота». Вот на мой взгляд, если социальные предприниматели, не только первые 20, которые сейчас прошли сертификацию, получили право использовать логотип вот этой вот тележки с сердечком, это проект, программа «Больше чем покупка», которую реализует фонд «Наше будущее», а большинство социальных предпринимателей, особенно локализованно, на своих регионах, начнет маркировать свою продукцию как товары социальных предпринимателей и вести информационные компании, объясняющие, почему потребитель, приобретая эти товары, получает два блага в одном и себе, и тому сообществу, в котором он живет, производя таким образом ситуацию, собственно, создания нового общественного блага. Вот это вот масштабные, серьезные работы по как раз информационной объяснению и обучению самого потребителя в работе с социальным предпринимателем. И с этой точки зрения интересно посмотреть на два документа, которые вышли в июне. С одной стороны, это распоряжение 2 июня 2016 года за подсвечением представителей правительства Российской Федерации Медведева о стратегии развития малого и среднего бизнеса. И здесь есть такой вот важный кусочек, меры поддержки предприятий в области социального предпринимательства, вот третий пункт, меры популяризации такой деятельности, заложены в стратегию развития. Это важный момент, вот, то есть три пункта, один из них – меры популяризации деятельности социальных предприятий. Если на это обратить внимание, то, соответственно, это же стратегия, она сейчас должна будет наполняться, об этом уже коллеги говорили, конкретными решениями и проектами. Поэтому вот в этом смысле сейчас открыты двери к тому, чтобы создавать такие проекты. И еще один момент. 8 июня тоже распоряжение Медведева – поддержка доступа в негосударственных организациях к представлению услуг в социальной сфере. Это дорожная карта. И в этой дорожной карте есть, кроме того, что введение в федеральное законодательство в понятие социальное предпринимательство, намеченное уже на декабрь 2016 года, есть еще четыре интересных пункта. Во-первых, пункт 12 – система сбора распространения лучшей практики деятельности, в том числе организации социального предпринимательства. И это вот такой первый момент. И выделяется, что в том числе в рамках деятельности специализированных интернет-ресурсов. И это намечено в дорожной карте на октябрь уже 2016 года. Следующий пункт, 15 – подготовка и реализация информационной кампании по поддержке деятельности социально-ресурсов и книгомерческой организации, благотворительности, добровольства и социального предпринимательства. Соответственно, это такой вот уже запрос. И очевидно, что уже прямо вот, наверное, на днях будут созданы и рабочие группы соответствующие, и в Министерстве экономического развития, и в других структурах, которые начнут такую разработку. 16-й пункт – разработка плана мероприятий по информационной поддержке деятельности опять вот этого спектра. Кстати, сам спектр тоже интересен. Это даже, может быть, впервые такое идет совместное перечисление социально-ориентированных некоммерческих организаций благотворительности, добровольства и социального предпринимательства. Это дает, возможно, как раз залог на такой кумулятивный эффект информационных кампаний. И еще один пункт – подготовка предложений по совершенству законодательства и правоприменительной практики – публикации социальной рекламы, связанной с предыдущими пунктами. Социальная реклама социального предпринимательства – пока явление крайне редкое. То есть мы вот ищем, мы находим буквально там десятки, наверное, примеров. И еще реже появление их средств массовой информации, а не отдельно, только там на своих каких-то там внутренних пространствах. И с этой точки зрения мы, как бы, предчувствуя будущее, запустили в этом году проект, который называется «Дело жизни». И это такой проект-конструктор, построенный на документальном кино, ищущем с помощью, опять же, того же каталога и всех информационных наших ресурсов, ищущих вдохновляющие истории социальных предпринимателей. Но не вот героев, а обычных людей, которые берут и меняют жизнь в своем локальном сообществе, на своей территории и так далее. И это проект, который мы реализуем совместно с гильдией неигрового кино. Партнером проекта выступает лаборатория социального кино и режиссер фильмов Никита Дихнафрау, который много создал социальных документальных фильмов. И мы думаем, что вот эта история, которая уже сейчас, там одних показов, только несколько сотен, порядка в 20 регионах, это фильм, который люди смотрят, и тут появляется то, что называется движение души. Появляется то, что называется понимание, что да, это же и мое дело жизни. Я тоже вдруг могу себя увидеть, что я социальный предприниматель. Или я не могу себя увидеть как предпринимателя, но вижу, что я человек, который потребляет товары и услуги социальных предпринимателей и готов поддержать таким образом. И вот, собственно, в этих двух направлениях мы и думаем, что будет развиваться информационная поддержка социального предпринимательства. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, вот, к сожалению, я вынуждена сейчас уйти, хотя мне страшно интересно вот все то, что происходит. Наталья Ивановна продолжит как бы ведение нашего круглого стола. В заключении я хотела бы немножко поделиться своими впечатлениями. Конечно, мы с вами понимаем, что путь непростой, да. В принципе, как бы мы ни говорили, да, сейчас власть повернулась лицом к бизнесу, но мы с вами понимаем, что вообще, в принципе, в стране заниматься бизнесом очень непросто. А когда у тебя еще есть вот такое раздвоение, когда у тебя не просто бизнес, а бизнес с социальным лицом, с ответственностью, когда ты понимаешь, что прибыль, как бы ты ее не хотел заработать, это не первоочередной источник того, что перед тобой стоит, когда ты гораздо больше идешь и душой, и сердцем, и умом понимаешь, что не заработок на первом месте, это, конечно же, однозначно сложно. И путь, наверное, он будет и дальше не очень простым. Но что у каждого из нас, я думаю, внушает такой серьезный оптимизм и, в принципе, надежду, что все пойдет по-другому? Во-первых, в принципе, вот этот поворот, в том числе, конечно, и Наталья Ивановна, и ее фонд, и все мы, и торгово-промышленная палата, которая на протяжении вот последних лет, в общем-то, понимает эту важность, подставляет плечом мы вместе, объединяем усилия и агентство стратегических инициатив, и много-много людей, которые понимают, что все равно за этим будущее, все равно не деньги определяют развитие этого мира, не прибыль и не цифры, а особенно в нашей стране, которая исторически и всегда была духовным таким, если хотите, центром мира, когда это вот с кем не начнешь разговаривать, все время, ну, я имею в виду иногда иностранцев, у них цифры в глазах, знаете, у нашего все по-другому, у русских человек это всегда душа, это все время вот такое глубокое понимание окружающего мира, и именно поэтому, как бы ни говорили нам, что лидеры социального предпринимательства в Америке, я абсолютно уверена, что именно мы с нашей духовностью, с нашим вот этим развитием, если, конечно, наш геноход не собьют вот эти последние совершенно жуткие глобалистские тенденции, которые нашу молодежь уводят вообще в другую сторону, но тут я тоже абсолютно уверена, что объединив наши усилия, мы все-таки вернем и их к нашим истокам, к вот этому всему тому главному, что созидает и наполняет нашу нацию своей духовностью. А закончить я бы свое выступление хотела все-таки фразой нерусского человека, но он, тем не менее, определяет определенную, в общем-то, тенденцию развития, а именно то, что предприниматель является катализатором перемен. Он никогда не живет в прошлом, лишь иногда в настоящем и практически всегда в будущем. Вот именно в будущем живет социальное предпринимательство России. Поэтому спасибо вам большое за сегодняшнее участие. Я передаю слово Зверевой Наталье Ивановне, и она еще, думаю, скажет очень много содержательного и важного для всех для нас. Еще раз с праздником! Спасибо, Елена Николаевна. Наверное, сегодня действительно был самый яркий круглый стол, если сравнивать все эти четыре года. Не все спикеры разбежались, и кто-то готов ответить на ваши вопросы, может быть, кто-то хочет выступить, рассказать о своем проекте. Вот микрофон у нас есть. Да, пожалуйста, вы подойдете к микрофону. Не хватает интерактивности, многие мероприятия такие не дают высказаться. Мы хотим немножко по-другому себе представьтесь, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Побошин Алексей Владимирович, исполнительный директор Национальной ассоциации обучения предпринимательству. У меня два вопроса. Действительно, очень жаль, что часть коллег уже покинула круглый стол. Но, тем не менее, если позволите, я задам, и я уверен, остальные участники попробуют, возможно, смогут ответить на них. Несколько раз звучала инициатива о том, что давно назрела инициатива законодательного определения социального предпринимательства, что совершенно очевидно. И, будучи единомышленниками, мы все с вами понимаем одинаково и уверены, что социальное предпринимательство – это благо, свое общее благо. При этом законодательное определение просто предпринимательства носит некоторый негативный оттенок, как деятельности, направленной на систематическое излучение прибыли. И что для меня, как для предпринимателя, несколько обидно и несправедливо, как мне кажется, потому что любую профессию можно охарактеризовать как деятельность по систематическому получению заработной платы. И отсюда у меня, собственно, вопрос к участникам круглого стола. Возможно, у инициаторов законодательного определения социального предпринимательства есть инициативы и по изменению определения самого предпринимательства. Это первый вопрос. А второй вопрос связан с массовым образованием в области предпринимательства и социального предпринимательства в том числе. На наш взгляд, основной сдерживающей силой для того, чтобы предпринимательство, образование, предпринимательское образование, скажем так, и образование социальному обучению, социальному предпринимательству стало массовым, является отсутствие образовательного стандарта и профессионального стандарта. И здесь отрадно, что звучали уже упоминания об этом, в том числе косвенные упоминания о том, что профиль социального предпринимательства приходится делать на базе стандарта по менеджменту. И мне хотелось бы сказать и задать потом вопрос, если позволите. В нашей ассоциации уже разработан проект стандарта образовательного и профессионального стандарта, и более того, не просто стандарт по предпринимательству, а с выделенным профилем по социальному предпринимательству. И работа эта проходила при поддержке фонда «Наше будущее», за что огромное вам спасибо, и без вашей инициативы поддержки это было бы невозможно. И эти проекты стандартов прошли общественное обсуждение в опоре России, и этой осенью успешно прошли. И этой осенью пройдет обсуждение этих проектов в предпринимательском объединении РСПП, Российском Союзе промышленных предпринимателей. И отсюда у меня возникает к участникам круглого стола вопрос. Для того, чтобы обществом и органами власти идея об образовательном стандарте и профессиональном стандарте была принята, необходимо, чтобы была принята идея о том, что предпринимательская деятельность и деятельность социального предпринимателя является профессиональной. То есть профессией – это не призвание. Возможно, врач – это тоже призвание, но это не мешает существовать в профессии врач. И вопрос у меня в следующем. Как вы считаете, согласны ли вы с идеей о том, что предприниматель и социальный предприниматель – это не только призвание, но и профессия? И, знаете, вот в дополнение, учитывая, что у нас такая дружеская обстановка здесь, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на этот вопрос не просто с формальной точки зрения, с точки зрения законодательной, а, знаете, как, вот у меня есть дети, они у меня спрашивают, папа, а кем ты работаешь? Я им говорю, предпринимателям. И иногда, когда они объясняют это в школе или в детском саду, другие дети об этом не знают, они не слышали такой профессии – предприниматель. Как вы на это смотрите? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Два, вернее, вот на первый вопрос кто-то может ответить из коллег по поводу внесения изменений в определение коммерческой деятельности? Наверное, у нас здесь нет компетенции. В этой сфере, потому что у нас представителей Думы не осталось. Да, ответите. Коллеги, ну, вы знаете, вот в данном случае там текст законопроекта, да, который в Думу должен, был внесен, полученный потом заключение аппарата правительства на него, то есть он постоянно видоизменяется. И то, что написано, что там вот в октябре должно быть законодательное определение, совершенно не означает, что это законодательное определение будет то, какое оно подписано сейчас. Я даже думаю, что оно будет несколько иным. Вот. Но с точки зрения философии, вы знаете, я вот недавно попался на глазах книжка про бирюзовые организации. Вот. А это, по сути, на мой взгляд, очень близка к философии социального предпринимательства. Это как раз организация, для которой не является целью максимизации прибыли, а которой является цель там максимизации некого там общественного блага. Но при этом она понимает, что она должна зарабатывать деньги, потому что ее бизнес-модель как раз, чем больше бизнес-моделей активнее, тем больше это общественное благо, которое она генерирует. Вот. И вот читать еще не читал, там, выдержки посмотрел, но вроде так довольно близко. Но я к тому, что социальное предпринимательство, оно, по сути, тогда идет не только на вот там узкий сегмент рынка, да, на тот бизнес, который есть, но оно, как философия, начинает распространяться на другие бизнесы. Поэтому с точки зрения того, что будет прописано, не знаю. Можно так добавить? На самом деле, я тоже хочу добавить к коллегам, я хочу призвать всех к созданию совместных программ, абсолютно, да. Я, более того, рекомендовала бы нашим коллегам продумать варианты создания совместных базовых кафедр от организаций и самих предпринимателей. По поводу закона хочу добавить то, что сейчас действительно сделанный закон будет стоичный осмотр. Мы говорим не только о социальной предпринимательстве, мы говорим о государственном секторе в социальной сфере. То бишь мы учитываем как формы коммерческие, так и некоммерческие, ими такие изменения будут внесены. Сейчас мы ждем этих изменений. Ну, а в целом, по поводу того, профессия ли это, или стиль жизни. На самом деле, конечно, циологический стиль жизни, мы это понимаем, да, но законодатель драмативно, да, это профессия. И да, я думаю, что эта профессия должна быть именно на основе стандарта образовательного, сокреплена именно с менеджментом, как управление процессами. То, что мы готовим, по сути, управленцев социального бизнеса. Но я еще хочу признать всех коллег, принять участие и войти в советы по созданию обсуждений про стандартов, стандартов образовательных и создания и экспертизы тех программ образовательных, которые мы уже создали для вас. Спасибо. Я хотела вот Наталье Никитиной дать слово. Это социальный предприниматель из города Коломны, Коломенская пустила. Может быть, Наталья ответит нам на вопрос, это профессия или это что? Ну, когда нас спрашивают... Здравствуйте, я поздоровалась. Как вы столько много работаете? Мы не работаем, мы так живем, это наша жизнь. Вот, часто очень задают вопрос такой. И мы действительно довольно быстрыми темпами развиваем свою территорию. И миссия организации, которую я возглавляю, это сохранение и развитие исторической части города Коломны. И сегодня несколько раз затрагивали тему образования и определения, что такое социальные предприниматели. Я хочу поблагодарить фонд «Наше будущее» и агентство стратегических инициатив за подарок, который был сделан полгода назад. Я была награждена поездкой в Берлин на саммит международных социальных предпринимателей. И тогда я получила очень много ответов на свои вопросы. Погрузилась в такую атмосферу резиномышленников. И вот мое предложение конференции всех тех руководителей, губернаторов, которые находятся на стороне надзирателей или кураторов, не под зонтиком, отправить туда. И там они почувствуют вот эту энергию правильную и примут верное решение, что это необходимая часть нашей жизни. И там я с большим удивлением узнала, что нет одного единого определения, что такое социальные предприниматели. Я думаю, что это зависит от того, что в это сообщество входят сотни стран, и у каждой страны свой менталитет, и каждая страна дает свой какой-то, если хотите, привкус, какую-то часть от своей культуры. Но вот то, что мне запомнилось, я сейчас подняла свои записи, пока сидела, что бизнес – это всегда с рациональным мозгом, а социальное предпринимательство – это всегда есть зона нерационального расходования средств. И сегодня упоминали фонд Ашока, говорили о том, что социальные предприниматели – это всегда инноватор, он тогда чуть-чуть впереди. И так, как я работаю в сфере культуры, социокультурное проектирование, проект, как переводится, как «брошенный вперед», вот эти люди, которые немного впереди стратегируют, включают в себя и инновации, и заботу о территории проживания. Так случилось, что Колуману полюбили много институций, министерств, ведомств, потому что мы именно, как такие, может быть, сейчас слишком пафосно скажу, инноваторы, в своей работе объединяем, работаем на грани, на стике разных направлений этой работы и с наследием, и с историческими территориями в городах, что большая проблема сейчас, потому что исторические города в эпоху глобализации становятся такими, ну, безликими в какой-то мере. Я закончу тем, что я очень рада, что я оказалась в этом сообществе, что нас поддерживают, и это вдохновляет. И все задуманные проекты, которые я стратегирую себе вот на пять лет, вот, кстати, проект я, то, что хочу, чтобы обязательно случилось, проговариваю слух, даже самые какие-то свои дерзкие планы. И вот один из моих, так сказать, проектов, которые я решила издавать через пять лет, это будет 200 лет с дня рождения Федора Михайловича Тостоевского. Рядом с нами, в 60 километров от Коломной, находится его усадьба, где он провел свое детство. Сад утрачен, и вот, если бы удалось воссоздать этот сад, вы бы сейчас почувствуете, что вот в этой территории, в проекте сада этого, как раз и сойдется несколько разных направлений, которым мы работаем. Это и агро, и импортозамещение, и возрождение наследия, и биоэкопродукты, потому что, как выяснилось, ни одного сада биосистемы в России нет. Ну, он что-то поправит, может, кто-то знает, что есть такой. Ну, вот, я уже, так сказать, мечту свою проговорила. Я думаю, что теперь обязательно случится. И всем советую не бояться этого говорить об этом слухом. Спасибо. Да, спасибо, Наталья. Социальные предприниматели, они все такие. Вот мы уже в прошлом году пять слетов собрали, в этом году у нас планы еще четыре слета социальных предпринимателей собрать. И это уникальные люди, и вот как раз они нас вдохновляют на то, что мы делаем. Спасибо вам, социальные предприниматели. Ну, у нас, в общем-то, регламент уже подходит к концу. Если кто-то еще хочет задать вопросы, пожалуйста. Буквально несколько слов. Не смогла остаться в стороне дискуссия Наталья Коваленко, директор департамента развития предпринимательства Торгово-комышленной палаты России. И хотела бы вернуться к вопросу первому, который был задан у этого микрофона, относительно того, а есть ли перспективы и шансы на изменение понятия вообще бизнеса или предпринимательской деятельности в целях исключения из звучания этого слова, вот этого негативного ассоциативного эффекта, связанного с извлечением прибыли. Как юрист по образованию не смогла остаться в стороне и хотела бы здесь развести некоторые вещи. Дело в том, что бизнес и предпринимательская деятельность — это понятия такие догматические, базовые. Это понятия, которые формировались долго, и мы, Россия, являясь цивилизованным государством, формируем такие базовые правовые понятия, исходя из международного права. Основы формировались еще в Римской империи, во времена римского права, поэтому поменять те базовые признаки, с которыми все согласны, не представляется возможным. А вот что касается оттенков, потому что бизнес — это что? Это не только деятельность, направленная на систематическое изучение прибыли, это совокупность признаков, которые позволяют считать ту или иную деятельность именно бизнесом. Это и деятельность самостоятельная, это деятельность на свой страх и риск, это деятельность, обязательно обреченная в специальную организационно-правовую форму, но признанную государством. А вот что касается оттенков предпринимательской деятельности, то, что касается предания и восприятия предпринимательской деятельности с точки зрения идеологии, философии, об этом члены круглого, участники круглого стола сегодня говорили, это уже задача другого порядка. Эта задача лежит в той плоскости, которая, к счастью, благодаря нашим совместным усилиям, усилиям торгово-промышленной палаты, других общественных объединений, активистов, нашла отражение стратегии, подписанной в июне развития малого и среднего предпринимательства. Это комплекс мер, которые должны быть направлены на популяризацию предпринимательской деятельности и придание позитивного звучания, целеполагания оттенка этому направлению и виду деятельности. И вот в этом ключе очень важно задание вот этих вот маркеров, скажем так, с одной стороны, а с другой стороны, без проявления оттенков, женское предпринимательство, молодежное предпринимательство, социальное предпринимательство, невозможно формировать комплексно систему мер поддержки преференции. И в этом ключе обязательно в определенных нормативных актах, где-то это ведомственные акты, где-то это уровень федерального закона, выделяя направление бизнеса, во избежание злоупотреблений, когда мы говорим о преференциях и льготах, необходимо задавать четкие критерии. Вспомним, не так давно мы заговорили о развитии инновационного предпринимательства в России. Прежде чем развивать и поддерживать, необходимо было дать четкие критерии, что такое инновация. Вот ровно так, говоря об оттенках бизнеса, не меняя базовое понятие предпринимательской деятельности, которое зафиксировано в гражданском кодексе, соответствует международной практике, мы должны двигаться дальше, вырабатывая системные комплексные меры поддержки и четко говоря о том, кто должен быть адресатом этих мер поддержки. А для этого обязательно мы должны ориентироваться на понятия и критерии этой группы, лиц этого сообщества. Спасибо. Можно? Одну минуточку. Вот тут как раз запомнено основное определение предпринимательской деятельности в гражданском кодексе. Вот не могу сейчас вспомнить, но приходилось. А вы знаете, что там не указано, что предприниматель является производителем? В самом определении предпринимательской деятельности исключено, что предприниматель может быть производителем. Я могу быть... Нет, ну там перечислено конкретно, и в свое время меня это очень удивило. И вот мы говорим, что законно неизменное. Может быть, время идет, и может быть, мы можем вот в данном случае устранить. А если в России предприниматель не производитель, о котором мы сейчас говорим, это основа основ. Ну, извините. Спасибо. Наверное, давайте уже закругляться, все устали, надо сделать перерыв, отдохнуть. Еще раз хочу всех поблагодарить, и участников, и спикеров. Действительно, дискуссия получилась интересная, все получили удовольствие. Поздравляю вас с Международным днем социального бизнеса и приглашаю в следующем году, наверное, в это же место, в этот же день. Спасибо.